Пишет АИФ. Одни были фильмы документальные. Вот рассказ об этой медведице публикует АИФ. И там, например, приводится слова дочери режиссера Вероники Лединой, режиссера, который взял эту медведицу к себе. Она говорит, что история Сайка началась в 1972 году, когда отец, находившийся в Москве, отбил нам с мамой телеграмму. Приезжайте, будет сюрприз. И вскоре мы увидели его с белым медвежонком. Так, у меня появился друг. Родители не боялись оставлять меня Сайка. Она никогда не проявляла агрессии. Подробнее об этой истории читайте в свежем выпуске АИФа. РБК Дели публикует статью с интересным названием «Бот платежом Красин». Как искусственный интеллект заменяет коллекторов. Банки начинают использовать роботов, чтобы общаться с клиентами и требовать у них возврата долгов. Искусственный интеллект не обижается и не нарушает законы. А его услуги стоят дешевле человеческого труда, пишет РБК Дели. Российская газета публикует статью под названием «Ружье отправят в аут». Во время чемпионата мира по футболу Кабмин ввел запрет на оборот гражданского оружия. В 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года будет запрещено все. Изготовление, продажа, оформление, ношение и стрельба. Об этом читайте в российской газете. Коммерсант пишет о том, что от государства ждут защитной реакции. В России террористических атак опасаются 66% граждан. Это на 12% меньше, чем после теракта в Санкт-Петербурге весной 2017 года. Это выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Причем большинство респондентов сейчас уверено, что власти смогут защитить их от терроризма. Отмечается также, что серия митингов мусульман в защиту единоверцев из Мьянмы, по мнению социологов ЦИОМа, не усилит страха граждан, так как требования участников акций укладываются в русло внешней политики Российской Федерации. Ведомости пишут про то, что Центробанк готовится к новым проблемам у крупнейших банков. Он будет давать им деньги в пожарном порядке. Об этом читайте в свежем выпуске издания. Независимая газета рассказывает о том, что средний телезритель против участия России в войне. Информационная политика хороших новостей из Сирии привела к росту пацифизма. По данным Левада-центра, 49% респондентов поддержали бы завершение операции в Сирии. Наиболее мирно настроенные опрошенные, которые немного знают о ситуации в этой стране, это средний телезритель, получающий информацию из новостных программ. Подробнее об этом исследовании читайте в независимой газете. 8.38. Это был обзор прессы на «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сережа, пастушок, поиграй, 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 Ранья дров, Сережа, Серебренный рожок! РАДИО ГОВОРИТ МОСКВА Здравствуй, Великий Город! Здравствуйте, все! Это РАДИО ГОВОРИТ МОСКВА! ГОВОРИТ МОСКВА! Эльвира Хасаншина, ведущая. И Сергей Доренко. Доброго дня! Вот и пробки вернулись, говорит Никитец Лосев. Че, 6 баллов? Ну, Никитец. Ну, ведь это же не совсем верное утверждение, потому что там авария, вы знаете, что в Лосином острове легла фура с мусоровозом, они, так сказать, там бились и все это. Потом сейчас огромная очередь людей, которые должны пощелкать клювом, глядя на это. Это все из Лосиного острова. Ну, посмотрите нам из Лосиного острова, ребят, кто сейчас в Лосином острове, кто видит эту аварию? Там, значит, чуть ли не в 5 утра, но давно это, легла фура, как-то она сложилась, и мусоровоз, и все это в каком-то кошмарном. Да, и трупы есть, есть погибшие. А отсюда вывод, все это будет надолго, потому что там будут следственные действия. То есть авария с трупами. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Вы оттуда, да? Да, оттуда еду, вот, точним, сейчас со стороны Ярославки, но, в принципе, тяговито так 10 километров в час, но уже... Знаете почему? Потому что ваши смотрят, а те, на обратной стороне потом вы увидите, те объезжают аварию, а ваши просто смотрят. Машин, технику вижу, вижу вот мега... Ну, в принципе, уже ряда 2,5 точно есть. Я понимаю. Вот отсюда и 6 баллов. Везде, в остальных местах в Москве более-менее. Понимаете? Отсюда и 6 баллов, потому что МКАД сегодня коллекционный, адский, от Волгоградки. Послушайте меня. От Волгоградки до Лосиного острова стоят люди. Всем привет, все переписываются. Аварий, при том, уже нарисовано штук 6, потому что пока люди стоят и тыркаются, они друг друга царапают. Надо машины сделать какие-то надувные, честное слово. Хорошее решение, кстати. У меня вот была идея. Сделать надувные машины. Чем хорошо? Во-первых, бьешься пофиг, а во-вторых, сдул ее, положил в карман и пошел, не надо парковать. А еще, если музыку включил, ты можешь все время вот так вот трястись ехать. Пам-пам-пам-пам-пам. Боже, что в тебе, что-то такое за... Что-то из 90-х, да? Нет, что-то негритянское. Хорошо. Слушай, значит, вот это вот и дает 6 баллов. Вот это и дает 6 баллов. В остальных местах проспект Мира перед Енисейской сложновато. Там авария. Они тоже съехались и сразу аварию учинили. Соответственно, Волоколамка перед Свободой. Такие узкие места, обычные, понятные и так далее. Еще очень стоит мажайка перед Рублевкой. Ну что, я не знаю, что. Хозяин, понимаешь, в этом самом, в Китае, он вернулся, нет? Хозяин. Хозяин страны. А я не знаю. Чего они держат-то перед Рублевкой на жайку? Не знаю. Чего случилось-то? Почему такая история? И еще... Он пишет, что в Лосином острове часто аварий на МКАД. Надо осветить этот участок дороги. Да. И еще, и еще. От Конькова 60-летие Теплый Стан. Вот здесь ужасно плохо на этом самом деле. 60-летие Октября и Профсоюзка. Ужасно плохо перед Академической. Очень плохо. Хорошо. Поехали дальше. Да бамперы вообще исключите страховки, как во Франции. Бамперы исключите страховки и по аборту тоже делать бамперы резиновые. Ты понимаешь, нет? Но ты не автомобилист, когда не понимаешь. Нет, не автомобилист. Уже у меня была история. Значит, у меня была история на Volkswagen Multivane, на мультике. Баба въезжает от меня. А жарко было. Ну, что-то, может, 35, не помню. Это было прилично. Когда у меня мультик был в 11-м году. В 11-м, 12-м. Значит, и она въезжает мне в мультик. Бабах сзади. И вминает бампер. Вминает. В мятину. Делает мятину. Я ей говорю, мать, ну тут любая деда, я выхожу, ну правда. Мультик дорогой был. 100 тысяч долларов, клянусь. 100 тысяч долларов тогда. Ну, тогда они дороже были в долларах. Ну, вот. Я, короче, ей говорю, мать, я говорю, ну, это по-любому здесь, как ни крути, любая деталь тысячи евро. Как ни вот любая деталь тысячи евро, понимаешь? Она, ну я-то-то, ты могу столько-то там, часть какую-то она может. Ну, хорошо, я говорю, хорошо. А, она говорит, что-то, по-моему, она 15 тысяч могу дать рублей. Ну, половину. Я, ладно, фиг с тобой, у меня все равно каска, я как-нибудь закрою там это дело. Говорю, давай тогда мне 500. Ну, 15 тысяч, давай, я говорю, черт, выезжай. И она побежала в банкомат снимать. Ну, я хожу на свистовую гуляю на садовом кольце. Гуляю, гуляю. Сейчас я расскажу про страшный свой поступок, и вы меня перестанете любить и уважать навсегда. Все. Понимаешь, в чем дело? Ну, давайте. Страшный поступок. Она снимает пятнашку, а я хожу, так хожу, и вдруг на этой жаре и все такое, вдруг я слышу звук «ЧПОК!» Мой бампер выпрямляется. Назад. То есть, может, просто жарко. А может, на мультике такая пластмасса? Я не знаю. Может, на мультике такая пластмасса? Я не знаю. Понимаешь, в чем дело? Она такая «ЧПОК!» И становится на место. Я хожу задумчиво, слюнявлю бампер, думаю, может, хоть где-то трещинки на краске? Может быть, трещинки на краске? Нет трещинок. Может, хоть царапинка? Нифига ничего нет. Ты понимаешь, можно бриться у этого бампера, но он исключительный, как зеркало. Ну а что же мне ей вменить теперь в вино? И тут она приходит и сует мне пятнадцать тысяч. И дальше, слушай, как ты сейчас будешь меня ненавидеть? Я их спокойно беру. Я думаю, слушай, ну уже она дала, а я уже взял, я уже попереживал, может, это моральные страдания. Взял я пятнадцать тысяч с нее. Она страшная, она такая вся перепуганная курица. Курица в чистом виде. Она и не смотрит на этот бампер. Сел и поехал, думаю, пошла ты, господи. Понимаешь, да? Вот это бампера, но я сейчас не говорю, я не собираюсь ругать, в смысле хвалить Volkswagen, но у Volkswagen вот такая штука на мультике. А на нынешней моей Caravelle, я тебе другую вещь скажу, про Caravelle опять похвалю Volkswagen. Жена не знает. Жена не знает. Я сдаю у себя... Сейчас узнает. Может узнает, может нет. Я сдаю задом у себя во дворе в загородном доме. И что-то задумался, я знаю, не помню уже сейчас. А он же длинный холера. У меня лонг этот, Caravelle лонг. Бабах, об дом бьюсь. Об дом, ты слышишь? Об дом. Как так получилось? Ну, прям об дом. Но я хотел сдать, маленько там оставить сантиметров 30. И об дом в шарах что-то въехал. Ну, аккуратно, скорость небольшая. А стоит мой садовник в этот момент. И смотрит на меня. И испытывает внутреннее ликование. Потому что Сережа один раз зеркало ободрал, ну, где-то в другом месте. А другой раз въехал в дом. И он такой, я такой сдаю вперед, чтобы посмотреть, что случилось. И он такой цокая языком, типа, вей, вах, там, или рвет на себе пейсы, или как там положено у них в Средней Азии. Значит, что-то такое восклицает, и все. И, значит, я выхожу, и говорю, а что вы восклицаете? Говорю, а где? Покажите мне, найдите. Найдите. С лупой, ни черта нет, понимаете? Вообще ничего. Ну, ноль. Бампер, ноль. Ни царапины, ничего нигде. Деформации, ноль. Все изумительно. То есть я каравел, но там, на каравеле, на мультике у меня был окрашенный бампер, который сыграл назад. Пум! Выстрелил. Назад встал. А здесь, на каравеле, не окрашенный, черный. Ему вообще пофиг. Просто рубишь здание. От здания руины. Дым стоит такой. Понимаешь, здание как не бывало. Будто это кинотеатр в Екатеринбурге. Там с этим самым, с фанатиком, идиотом с этим. Понимаешь? Значит, все. И ничего. Ну что, я пропел гимн бамперам сейчас Volkswagen. Товарищи, седьмой Т7. Все напружинились. Ждем Т7. Я уже звонил в сервис. Я говорю, братцы, когда будет Т7? Мы хотим купить Т7. Почему? Почему мы хотим? Что такое Т7? Ты хоть понимаешь, зачем ты киваешь? Ты киваешь как человек. Я киваю от... Ты киваешь из вежливости. Из вежливости. От изумления. Нет, от понимательного слушания. Ты киваешь от восхищения. Впитываю. От восхищения. Впитываешь. Но ты впитываешь не текст, а тембр. То есть ты... Понятно, да? Знаете, вы то же самое делаете с женщинами. Когда женщины разговаривают, мужчины тоже всегда только тембр впитывают. Один, два, три, проба звука. Один, два, три, проба звука. Вот послушай меня. Вот когда вы говорите о футболе и о машинах, у меня уже летают птички, там это космические просторы бороздят корабли. Значит, послушай меня. Да. Т-7 это автобус, который выйдет после Т-6. И он выйдет, кажется, люди думают, что Т-7 будет похож на Т-1. Т-1 это первый транспортер, первый автобус, первый транспортер, который делал Volkswagen. Очень симпатичный. Его перестали очень скоро делать. Его продолжали делать в Бразилии некоторое время. Еще в 82-м году, в 82-м году и в 83-м году, когда тебе еще было далеко-далеко до рождения, его продолжали делать в Бразилии. Вот этот вот автобус. Он был знаменит... Под снизни и бляски. Да. Он был знаменит тем, что он горел. В них начинался пожар. Почему? Потому что подача бензина, один из патрубков, шел над двигателем. Над самыми раскаленными его частями. И когда бензин начинал капать на двигатель, он загорался, вспыхивал. И к чертовой матери сгорал весь моторный отсек, который был сзади у него. Сзади моторный отсек. Ты можешь что-то сказать? В Т-1. Я сам лично видел, как они горят. И это так меня восхитило, что я поклялся тогда, что как только Т-1 я смогу купить, я его куплю. Ну, вот и бразильского производства тогда был. Значит, а сейчас как будто бы Т-7, новый Volkswagen, выйдет как Т-1. И надеюсь, он тоже будет гореть. Беспощадно постоянно гореть будет. А может и нет. Может, не знаю. Но он будет такой же красивый. Вот с такой, знаешь, круглой мордой. Такой очень странный. Такой невыступающий. Не знаю даже, на что тебе... Ну вот, когда на Ситроенах с Фантомасом носятся Луи де Финес, это Ситроены, там другие. А вот смотрите, Сан Чиксон нам присылает фотографию. Похож? Где, где, где? Вот он, спасибо, Сан Чиксон! Отец родной! Я стою на колени! На колени! На колени! Т-7 должен быть похож на это, на Т-1. Слушайте, ну вы станете хиппи? Я стану хиппи. Да я никогда не переставал быть хиппи. Да я никогда не переставал быть хиппи. Никогда. Я всю жизнь был хиппи. Конечно. Повозите нас с редакцией тогда. Мы тоже хотим еще повозить. Вот Т-7. Клёш там вот это все. Т-7 еще не пришел. Т-7 еще не пришел. Т-7 выпустят в 19-м или 20-м году. До этого времени мы будем, конечно, мучиться и ждать. Каравеллу я больше не продаю. Все, она ушла садовнику. Садовник на ней ездит, собак возит, там сказать, там. Ну и всякие другие правильные вещи. Ждем Т-7. И как только он появляется, немедленно пересаживаемся. Я хотел обратиться к казусу Смьянма и народам Рохинджа. Как мы все-таки Рохинджа, да? Роиня, Роихиня, Рохинджа. Рохинджа, вот этот народ, которому сильно не повезло по всей его истории, всю его историю, народ Рохинджа был гонимый и презираемый со стороны всех соседей. Всегда, всегда, всю его историю он гонимый. Это тюркская огласовка. А как правильно тогда, Александр Фельдман, скажите мне, пожалуйста, а как правильно, не Рохинджа, а как правильно говорить? Роиня, Роиня, Рохиня. Рохиня или Рохинджа. Ну, хорошо, давайте я буду продолжать говорить Рохинджа, потому что я вчера говорил Рохинджа. Значит, с Рохинджей что произошло за это время? Во-первых, выступил Путин, который, надо сказать, что осудил Путин, который ровно повторил то, что говорил МИД. Ровно один в один. Он сказал, что он осуждает вообще насилие. Притом он это сказал вместе с президентом Египта, когда они там были на Бриксе Плюс. Там же Брикс и Брикс Плюс. Там при Бриксе есть Брикс Плюс, несколько стран. Значит, была встреча с президентом Египта. И президент Путин осудил насилие вообще в Мьянме. Надо сказать, что это ровно то же самое, что сделал МИД в Российской Федерации, по-моему, 27-го числа. То есть президент Путин ровно то же самое сказал, что и МИД неделю назад. Понятно, да? А высказывание МИДа знал Кадыров. Ну, знал. А почему не знал? Это же не секретное высказание. Значит, это насилие в Мьянме. Началось с нападения сепаратистов Рахинджа. Военармия. Там армия сепаратистов. У этого прекрасного народа, который мы защищаем, так сказать, там, всеми силами и путем миллионных митингов в Грозном, у него есть сепаратистская армия. Своя. Сепаратистские вооруженные силы. И эти сепаратистские вооруженные силы напали на правительственные войска. На блокпосты. И надо сказать, что теперь начались действительно бесчинства, в том числе и каких-то там добровольных дружинников, которые уничтожают Рахинджа. Причем уничтожают без разбора. И вот тогда было заявление МИДа, что мы осуждаем насилие. Все насилие. И нападение сепаратистов Рахинджа, их армии, сепаратистской армии Рахинджа, которая борется, кстати говоря, за отделение, цели сепаратистские. Значит, мы осуждаем и нападение сепаратистской армии Рахинджа на бирманских военных, и мы осуждаем последовавшие за это насилие, в том числе над невиновными людьми. Путин ровно это же сказал. Мы осуждаем вообще насилие в Мьянме. Точка. Ну, очень дипломатичное заявление. Абсолютно точно. Значит, сразу после этого Кадыров сказал спасибо президенту Путину, что президент Путин осудил насилие против мусульман. Это неверно. Это неверно. Путин не осуждал насилие против мусульман. Путин осудил насилие в Мьянме. Которое, как мы помним, началось с нападения сепаратистов-мусульман на правительственные силы. Насилие началось. Новое обострение 25 августа с нападения рахинжа-сепаратистской армии на правительственные силы. Согласитесь, это не до конца неверно. Это заявление можно трактовать и так, и так. Это неверно. Это заявление нельзя трактовать и так, и так. Так. Путин точно. А я с тобой поспорю. А почему и так, и так? Потому что мне кажется, что это очень такая дипломатичная, аморфная позиция и вашим, и нашим. Вроде как мы против всего плохого за все хорошее. Я пытаюсь мыслить как математик. Я пытаюсь мыслить как математик. И в математике нет аморфных позиций. Аморфных нет. Но это же не математика, это дипломатия. Нет, дипломатия. Дипломатия род математики. Значит, там... Я тебе объясню, почему. Хорошо. Там четко описано множество случаев насилия. Там четко, абсолютно детерминировано. Множество случаев насилия, которые обсуждает Путин. Путин осуждает насилие в Мьянме. Насилие. И жертвы. Он осуждает. Все. И президент Египта осуждает. А мы знаем, что насилие началось с нападения сепаратистов Рахинджа на бирманских военных. Значит, это насилие? Да, насилие. Мы его осуждаем? Да, осуждаем. Но так же и МИД выступил. Но бирманские военные вырезали и сожгли 400 человек за последний месяц. Не только, я говорю, там кошмар ситуации в том, что еще там какие-то добровольцы подключаются, типа казаков. Местные бирманские казаки подключаются. Значит, вот это ужасно. Потому что самое кощунственное, чудовищное государство не сравнится по безответственности и жестокости со всякими добровольцами. Понимаешь? Согласна. Но это неизбежно. Самое тоталитарное, самое убийственное, самое чудовищное государство, с ним еще хоть как-то можно регламентированно вести отношения. Например, тебя говорят, расстрелять. И под это какой-то протокол пишется. А вот когда добровольцы включаются в убийство, а там добровольцы включились в убийство, это чудовищно. Это абсолютно чудовищно. Я с этим согласен. Но это происходит в истории мира всегда. Значит, Путин в своем заявлении четко описал множество случаев насилия, которые он осуждает. Вообще все насилие. Значит, в это множество включается как зверство добровольцев, так и массовое убийство со стороны, вероятно, армии, так и вылазки и нападения боевиков Рахинджа, сепаратистов. Все. Описано точно, четко все. Кадыров сказал, спасибо большое, что вы защитили мусульман. Он услышал не то, что сказал Путин. Нет, не то. Он услышал нечто иное. Понятно, да? То есть он интерпретировал слова Путина таким образом, каким... То есть иным мы услышали не так. В движении. Подъем. В движении. А балты нарастают. Ой, баллы нарастают. Слушайте, уже и от котельников стоит. От котельников. В 5 часов утра перевернулась фура на Мкаде, на Внешке, в Лосином острове, с мусоровозом. Значит, они там бодались и перевернулись. Значит, стоит теперь все, весь Восток. Все. Все, что есть на Востоке, все стоит. Балашиха стоит, железнодорожный стоит, Салтыковка, Реутов, все стоит. Люберцы, котельники, все, все. И от котельников, и вверх все стоит. Пробка. Еще серьезная пробка на встречке, чтобы поглазеть, пощелкать клювом и потом всем рассказывать, чего они увидели. Так что, вот это 7 баллов Москва за счет Востока. В Восток стоит, новости. Внимание, внимание, говорит Москва. Девяносто четыре и восемь. Девять утра в столице. В студии с новостями Антон Кравченко. Здравствуйте. Москва получила ответ Киева по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова. Об этом агентство ТАСС сообщил источник, близкий к следствию. Вместе с тем, ссылаясь на тайну следствия, он не стал раскрывать содержание этого документа. Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что в расследовании убийства практически поставлена точка. Еще два месяца назад мы получили необходимую информацию, которая привела нас к пониманию, кто заказчик и кто исполнитель, сказал Луценко. Напомню, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в марте в центре Киева. Его охранник ранил убийцу, который позже скончался в больнице. В июне прокуратура Украины сообщила о задержании в Днепропетровской области Ярослава Тарасенко. Он, по версии следствия, был соучастником этого преступления. В Сбербанке назвали сроки начала оформления паспортов. Сотрудники банка теперь будут выполнять и функции работников многофункционального центра. Ранее соответствующий вопрос в правительстве поручили проработать МВД, Банку России, Сбербанку и ВТБ. Пилотные проекты в ряде регионов будут запущены уже в этом году, а с 2019-го планируется оформление паспортов и миграционных документов во всех филиалах Сбербанка. Об этом в колуарах Восточного экономического форума сообщил вице-президент банка Андрей Шаров. Он пояснил, что в офисах можно будет зарегистрировать квартиру, получить паспорт или водительские права, сообщает РБК. В Подмосковье полицейские сожгли 200 кустов дикорастущей конопли. Общая масса растений, уничтоженных в лоховицах, составила порядка 150 килограммов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. Там уточнили, что участок с дикорастущей коноплей был обнаружен на территории поселка Белаумот. Полицейские скосили траву с помощью специальной техники, а затем сожгли. В центре Москвы появилась парковка для электромобилей. Об этом сообщил глава Департамента транспорта Максим Лексутов. Он рассказал, что соответствующие знаки установили на Малой Дмитровке, Большой Бронной, Красной Пресне и других улицах. Лексутов отметил, что столичное правительство поддерживает владельцев электромобилей, и парковка для таких машин бесплатная. Добавлю, что на сегодняшний день в Москве действует около 80 точек для зарядки машин на электроприводе. В завершении выпуска информации о курсах валют. Доллар на сегодня 57,78 рубля, евро 68,73. И о погоде в эти минуты. В Москве плюс 10, в течение дня пасмурные дожди, местами сильные. Температура воздуха в Москве по данным ГИСМетео составит 12-14 градусов. По области будет от плюс 11 до 16 тепла. Ветер с северо-восточный в восточный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду. Таковы главные темы к этому часу. Антон Кравченко. Говорит Москва. У нас очень крупная компания, стабильная зарплата и оплачиваемый отпуск. А соцпакет у вас есть? Есть. Бесплатные обеды, ДМС и... Понятно. Спасибо, я вам перезвоню. Хэ-Хэру. Выбери работу, которая подходит тебе. Ноль плюс. 9 и 10 сентября состоится юбилейное поразнование дня города Москвы. В честь 870-летия Департамент культуры города Москвы приглашает всех жителей и гостей столицы на праздничные мероприятия, которые пройдут во всех округах Москвы. На центральных площадках и в парках пройдут фотовыставки, экскурсии, праздничные концерты, театральные постановки, благотворительные ярмарки и, конечно, праздничные салюты. Поздравь Москву с днем рождения! Подробная информация на сайте мост.ру. Категория 0+. О, скидка! И здесь скидка, и тут скидка! В Эльдорадо скидки на каждом шагу. Недели супер-брендов! Например, утюг «Филлипс» с функцией автоотключения всего за 3999 рублей. И скидка до 50% по акции. Подробности в магазинах. Эльдорадо. Качество по лучшей цене. Телефон рекламной службы 737-8747. Код 495. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. Заместитель и руководитель Института стран СНГ Владимир Жарихин. В этот вторник. После 15. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Девяносто четыре и восемь. Говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сережа, пастушок, поиграем. Поехали, поехали. Ранья, друг Сережа, в серебре на горожок. Здравствуйте. Здравствуйте. Великий город. Здравствуйте. Здравствуйте. Это радио говорит Москва. Говорит Москва. Эльвира Хасаншина, ведущая. И Сергей Дарьянко. Доброе утро. Да. А у меня ламинированный бампер треснул. Обнаружил после снятия Алексей Врач. Пишет. Пользуюсь аналогиями последней войны. Рахинжа это местные ополченцы, как в Донбассе. Александр Фельдман. Александр Фельдман, если мы возвращаемся к Бирме, то я вчера довольно подробный экскурс сделал в историю этой страны. Там много всяких нюансов есть. Например, Рахинжа, вот эти вот сепаратисты Рахинжа, они привезены британскими колонизаторами, то есть навязаны колонизаторами. И во время Второй мировой войны, в то время как национально-освободительные силы Мьянмы, поддерживали Японию, то есть страны Оси, таким образом они поддерживали империалистическую Японию и фашистскую нацистскую Германию. И на основе именно поддержки стран Оси, нацистской Германии и империалистической Японии, были созданы в сущности национально-освободительные силы Мьянмы. Рахинжа были за колонизаторов. Они последовательно держались в поддержке британцев. Ну, потому что их, собственно говоря, основой были британцы. Британцы их привезли как дешевую рабочую силу, завозили и помогали, и подстегивали этот переезд и так далее. Вот. Так что там исторически очень глубоко вся эта неприязнь, исторически она очень старая, начислят уже десятилетия, как видите. Хотя, впрочем, может быть, уже больше века, если совсем изначально судить, как их начинают привозить британцы. Вот. Так что давайте, давайте все-таки вот это посмотрим. Так и Кадыров ведь не выступал в защиту нападавших на блокпосты сепаратистов. Да, Кадыров не выступал. Не выступал. Но он говорит об этом. Он говорит об этом, потому что в своей речи о... Это трудно не заметить. Он говорит, с нами было точно так же. С нами было точно так же. Он ассоциирует чеченцев с Рахинджа. Он говорит в речи про Мьянму, он говорит, с нами было точно так же. То есть он вспоминает генерала Шаманова, командующего воздушно-десантными войсками и героя России, насколько я понимаю, да? Шаманов, герой России. Открой, пожалуйста, Вики. Давайте. Шаманов Вики. Он вспоминает Шаманова, командующего воздушно-десантными силами России, значит, российский военачальник-государственный деятель, депутат Государственной Думы 7-го, герой России, командующий воздушно-десантными войсками, генерал-полковник, герой Российской Федерации и так далее. Он вспоминает героя России Шаманова как карателя и мьянмского карателя. Он говорит, с нами было точно так же. Он дает понять, что он ассоциирует себя с сепаратистами Рахинжи, а, соответственно, карателей ассоциирует с русскими федералами. Так что, если вы внимательно послушаете его, то он говорит, с нами было точно так же, а это, конечно, отсылка историческая. И кроме этого, незамеченным абсолютно властями осталось то, что он говорит, что если бы была его воля, он применил бы ядерное оружие. Кадыров говорит, что он обязательно применил бы по Мьянме, в отношении Мьянмы, страны имеется в виду, ядерное оружие. То есть, если бы он станет президентом, то ядерное оружие будет применяться раз в пару месяцев. То есть, каждые два месяца мы будем применять ядерное оружие, я так чувствую. Ну, потому что последний раз, последний раз он собирался поставить раком весь мир или только Америку? Кого он раком ставил, не помнишь? Я не помню. Кого ты раком ставил? А? Америку. Он собирался, он наставил раком Америку последний раз. Это было, если я не ошибаюсь, уже, нет, это было в августе. Это же было в августе. А, тогда нам придется применять ядерное оружие раз в месяц. Раз в месяц. Хорошо. Ну, давно не применяли, правильно? Забывать уже начали. Давно, давно. Ну, скоро применят, и не мы. Применят ядерное оружие некто, но не мы. И, наконец, горизонт очень простой. До 1 января 25-го года у меня спор с аножкой на 100 долларов. На 100 долларов. Конечно, и я выиграю. Вечеральный спор. До 1 января 25-го года будет применено с военной целью ядерное оружие ни нами, ни России, и я выиграю 100 долларов. Неплохо. Я, может быть, конечно, не потрачу их на что-нибудь полезное. Я схожу в перекресток. Так, задержаны два десятка участников несанкционированной акции в поддержку народа Рахинджа у посолства. Стали винтить. Их стали винтить, и вчера их всех свинтили. Значит, 4 сентября за попытку нарушить общественный порядок на улице Большая Никитская задержаны 20 граждан. К ним подъехали... Это все они представители Северного Кавказа по публикациям. К ним подъехали ОМОНовцы. Попросили прекратить собрание. После того, как они не прекратили, их всех свинтили в автозак и увезли. Не знаю, куда увезли. Может быть, увезли и тотчас отпустили. Нам трудно понять. Но в любом случае их начали винтить. Это о чем говорит? Я хотел бы это обсудить. Во-первых, их мало было. Их было мало. И ОМОНу было не страшно. А во-вторых, это уже нет эффекта неожиданности. Скажем так. Пара дивизии ОМОНа против 20 кавказцев. Это нормально. Уже мегафон не отберут. Вот так просто. Они не покричат. Значит, пара дивизий ОМОНа против 20 кавказцев. Это действенная. А если бы их было 40, то понадобилось бы 6 дивизий ОМОНа. Мне кажется, вся дивизия Дзержинского. Нет. Очень правильно. Да? Конечно. Когда армия с танками введена должна. И так далее. Нет. Наши, конечно, боятся кавказцев. Это все понятно. Но главное не в этом. А главное, что все-таки против 20 они осмелились. Они осмелились. Это изменение позиции или нет? Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте. 7373948. Здравствуйте. 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 Андрей из Подольска. Здравствуйте, Андрей. Бывший боец ОМОНа. Да, здрасте. Здрасте. Вы зряда говорите, что когда ОМОН боялся кавказцев, вспомните Первую, Вторую Чеченскую войну, хорошо мы там держались. И никогда мы никого там не боялись. Давно дело было. В прочих наемников. Ну ничего, там ребята молодые, по-моему, не бывшие десантники, молодые, такие скрепкие ребята. И я всегда говорю, что чеченцы это волки, которые сейчас дома прикормлены в огороде, но всегда зубы у них наточены. И мне только считаю, что вольницу Кадыруску надо уже прекращать Чечне плавненько, как в Татарстане. Плавненько, как в Татарстане. В Татарстане прекратил Иван Грозный, мне кажется, он бран был в Казань в свое время. Нет, я, может быть, что-то путаю. Меня учили в свое время по учебникам, которые, возможно, теперь считаются ошибочными. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, Александр, Москва. Здравствуйте. Сергей, а это Алексей, объясните ситуацию, а то он вчера в ровно противоположность вечера у меня такое химеет. Кто? Кто? О, давайте, нет, мы не обсуждаем наших ведущих. Пожалуйста, давайте говорим мы с вами. Вы и я. Вот давайте, ваш вопрос. Мой вопрос, вопрос простой. Надо заканчивать просто, Северный Чечне. Не-не-не, заканчивайте. Так, это вы к Путину, пожалуйста, с этим. Я не знаю, что значит заканчивать. Даже не понимаю вас. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Ну, дело в том, что вот если бы президент страны публично вышел бы на пиргуны, высказался бы к отношению защиты мусульман, то, что происходит там. Вы знаете, а как, простите, как вас зовут? Напомните мне, пожалуйста. Ильгам. Ильгам. Ведь с мусульманами происходят страшные вещи в ряде регионов. Например, в Сомали абсолютно чудовищные вещи происходят с мусульманами. Значит, в Саудовской Аравии постоянно идут смертные казни, постоянно убивают мусульман, в том числе шиитов. Вы знаете, десятками казнят в один день. Десятками. То есть, если бы наш президент постоянно говорил о страшной судьбе мусульман, а судьба их страшна, то наш президент целыми днями бы говорил только о мусульманах. Судьба их страшна. И убивают мусульман, в основном мусульмане. Каждый день мы слышим, как в Багдаде одни мусульмане взрывают других. Каждый день мы слышим о массовых тоже казнях в Сирии, но сейчас чуть реже стало. То есть, мусульман, проблема мусульман, они в основном созданы другими мусульманами. И президент Путин не должен каждый день об этом говорить? Ну, совершенно верно. Я сам согласен. Но то, что он не говорил в Китае, где они встречались, он не говорил о защите мусульман. Он вообще осуждал это насилие. Да. А то, что сейчас демонстративно митинг произошел в Москве, даже как в Чечне. Но я хочу сказать вот одно. Мы заметили последние 3-4 года, ну, 5 лет, мы видим, как демонстративно, то есть, брали сзади азиатам. То есть, якобы они террористы, бомбы. Ну, так находили же что-то, Эльгам. Нам трудно не верить. У них находили кое-что, и они вдобавок взрывали кое-что. Как раньше, 10-15 лет назад, на виду были дагестанцы, чеченцы. То есть, про них забыли. Ну, что я хочу сказать? Забыли. Ну, почему забыли? Ну, меньше стало терактов от них. Да, меньше стало терактов. Сейчас мы помним 90-й год, 95-й год, как в Мишече Ковалев. Все помним. Все помним. Все помним. Поэтому, конечно, сейчас ситуация не очень, но я бы хотел бы сказать, хотя бы как иногда американцы делают, то есть, пресс-конференции, объясняют людям, что происходит. А иначе бы действительно было приятно, Рамзан Гадырова, хотя бы силовиков кто-нибудь, объяснил бы ситуацию о том, что если... Да, да. Вот здесь я с вами абсолютно, Эльгам, разделяю. Полностью. То есть, нужна большая ясность, нужно выходить... Конечно. Вот здесь, в американском... Страна молчит, когда, понятно, многонациональная страна... И дальше начинаются трактовки. Каждый свои трактовки. А нет такого, чтобы кто-то центральный вышел и все объяснил. Нет, у нас секретарь есть. Если он с Песков, допустим... Ну, не только. Вот мне кажется, что вы очень важную вещь подняли. Опять недоговорки, опять недоговорки всюду. То есть, никто не хочет полностью все разложить по полочкам. Пищена, загадка, неясность. Отсюда трактовки, отсюда брожение, отсюда трение, отсюда напряженность, раздражительность, правильно? По политическим взглядам людей сажают в тюрьмы, вот даже возьмите... Я понимаю, спасибо, спасибо. Сейчас пойдет распространяться. Это уже будет... Ильгам он такой. Значит, я хочу сказать. Нет. Ильгам верную вещь сказал. Лоялистам, в том числе мусульманам лоялистам, людям верным, властям, лоялистам, важно, чтобы кто-то вышел и разложил по полочкам. По полочкам. То есть, сказал бы, значит так. Вот здесь обижают, вот здесь неправда, здесь правда, вот здесь обидно, и мы делаем то-то, то-то, чтобы несправедливость уменьшить. Вот здесь у нас, к сожалению, у нас связаны руки и так далее, и так далее. Но тогда, но тогда, Ильгам правильно говорит, но Ильгам, нужно тогда иметь возможность объяснить некие хитрости. А хитрости есть, хитрости есть, потому что наши ведомства водят хороводы вокруг Мьянмы. Понимаете, Ильгам, я продолжаю разговор с вами, уже заочно, если позволите. Значит, ну вы меня слышите. Наши ведомства водят хороводы там, в Мьянме. В Мьянме уран. По-моему, я говорю, ну там был Росатом. Там много работал Росатом. Там Ростех, там Рособорон. Значит, наш этот, продажа истребителей. Это военщина, плохая военщина, которая обижает сейчас народ Рахинжа. Эта чертова военщина платит нам деньги за чертовы самолеты. Понимаете, в чем дело? То есть наши там ведомства, они там пасутся и пытаются сделать какой-то свой гешефт. Это первое. Второе. Мьянму Ильгам. И мы должны это тоже явно сказать, но это ж такие вещи явно не говорятся. Мьянму курирует Китай. А мы сейчас от Китая зависим полностью. Потому что Китай для нас теперь стал, как раньше была Америка. Раньше у нас была Америка, источник денег и технологий. Ну, мы брали кредиты в Америке и технологии. А сейчас для нас Китай стал Америкой. То есть прежней Америки у нас нет, а Китай стал, как Америка. Поэтому мы, так сказать, встали с колен, пересели на другие, на китайские. И в этой связи мы не можем Китаю перечить. А Китай за Мьянму, он их курирует, он их куратор. Понимаете? Поэтому мы можем аккуратно где-то намекать, но правды говорить не можем. Понятно, да? Сергей, а вы не думаете, что отсутствие такого прямого, скажем так, диалога с народом, с нашим конкретно, с обществом по этому ряду вопросов, они связаны еще и с тем, что в нас не видят достойного рецепиента, да? Того, кто сможет услышать и понять. И не только у нас, это во многих странах. Во-первых, это правда. Во-вторых, это правда. Ну а кто поймет? Подождите, пожалуйста. Вот у нас когда кризис, да, каждый раз, нам же, нам же, нам говорят, скоро будет хорошо, там, никто же не скажет честно, давайте потерпим, там, год-два, потом будет еще снижение, потом будет еще. Нет. Сказали честно. Ну подожди, во-первых, во-первых, предвидеть спираль развития кризиса не может никто. Ну вот прямо тебе скажут. Вот ты меня спроси, вот, скажите. Так вы скажите прямо как есть, спираль не можем предвидеть. Мы не можем предвидеть. Есть вариант такой, есть вот такой, мы надеемся на вот такой. В декабре, во время общения, большой пресс-конференции, в декабре 2014 года, президент сказал, кризис на два года. В декабре 2014 года. То есть в декабре 2016 он закончился. Значит, в декабре 2017 исполнится год, как кризис закончился. Теперь, можно ли упрекать президента в том, что он сказал два года? Нельзя. Нельзя. Потому что по экономике ни один человек не скажет, что будет через неделю. Ни один. Ты меня спросишь, какой будет курс через неделю? Я тебе скажу, ну так, примерно. Понимаешь? По курсу даже валюты. Ну пойми ты. Ну подождите, министр экономики, министр экономического развития, каждый месяц нам репортует о том, что все, у нас все закончилось. Ну мы не хозяева собственной экономики. Мы зависим, мы не хозяева. Понимаешь? Блоха едет на собаке. Ну ты же не можешь блоху спрашивать, куда пойдет собака. Откуда она знает? Ну откуда блоха знает, куда пойдет собака? Ну откуда? Так это вопрос тогда к нам. Вы хотите что слышать? Вы хотите услышать правду или хотите услышать, чтобы вас успокоили? Правда заключается в том, что блоха едет на собаке. И ты спрашиваешь блоху. Скажите, пожалуйста, а куда вы намерены двинуться сейчас? Не следовало бы ли нам отправиться, например, в Крым? Спрашиваешь ты блоху. А ты, например, другая блоха. Блоха тебе говорит, да, я думаю в Крым. Пожалуй, в Крым. А собака бежит в Архангельск. Ну, значит, и ты говоришь, ну вот мы-то думали в Крым. Ну какое отношение блоха имеет к курсу собаки? Объясни мне, пожалуйста. Наша экономика целиком и полностью зависит от потребителей в Америке китайской продукции. То есть, внимание, я тебе расскажу всю цепочку. Она очень простая, но самая принципиальная. Если американцы, если американцы в грядущую субботу поедут на молы и купят китайское, то китайцы произведут больше. И для того, чтобы произвести еще больше к следующей субботе для американцев. Они производят для американцев. Значит, для этого, ну это совсем грубая схема, да, совсем грубая. Она, конечно, не описывает всей, всего объема экономики. Она описывает основную струну. Основная струна заключается в том, что американцы едут на молы и покупают как бешеные, объедаясь мороженым и толстея. Они покупают что? Китайское. Сделано в Китае. Для того, чтобы китайцы сделали для американцев на следующую субботу опять всего много, значит, покупается русская нефть и русские materias primas, вот эти, как они называются, основные материалы. Ну, природные богатства. Покупаются природные богатства. Покупается нефть у русских. И русские расправляют плечи и говорят, все, мы богатые. Почему мы богатые? Потому что китайцы купили нефть и все остальное, потому что американцы купили китайский продукт на моллах и растолстели. Это и есть причина нашего счастья. Мы блоха на собаке. Мы блоха на собаке. Как можно с блохой разговаривать о том, куда бежит собака? Откуда она знает? На помойку? Или в музей? Куда бежит собака? Черт ее знает, куда она бежит. Так пусть эта блоха так и скажет. Я не знаю, куда бежит эта блоха. Ой, это собака. Ну, мы едем. Но эта блоха ничего не говорит. Она либо врет, либо уклоняется, либо игнорирует вопросы. Но Ильгам в чем? Мы обсуждаем вопрос Ильгама. Ильгам в чем прав? Что он хочет конечного объяснения. Конечного объяснения. Что мы сочувствуем действительно убитым людям. В смысле, их родственникам, их судьбам. И мы сочувствуем. Это плохо, что их убивают. Чертик, где в Мьянме, что нас никогда не интересовало раньше. Понимаешь? Почему нас это интересует? Мы тоже должны правду сказать. Мы тоже должны правду сказать. Я скажу, почему нас это интересует. Почему мы об этом знаем. Потому что по этому поводу завелись саудиты. Саудиты. А саудиты-то почему? Я скажу страшную вещь. Я скажу сейчас страшную вещь. Несмотря на весь гуманитарный кошмар, который творится, вероятно, в деревнях Рахинжа. Вероятно. Потому что справедливо говорит Кадыров. Журналистов туда не пускают. Поэтому, как мы знаем, часть фотографий, которая показывается, это фейк, снятый в других вообще регионах планеты. Это ложь. И с 2013 года вот последний был. Часть фотографий, которые нам показывают, чтобы ужаснуть нас, что творится в деревнях Рахинжа, либо им 4 года этим фотографиям, либо они вообще сняты в других регионах планеты. И знать, что там происходит, невозможно. Потому что журналистов туда не пускают, как справедливо указывает сам Кадыров. Не пускают. Значит, но эту сейчас кампанию инициировала Саудовская Аравия и страны Залива. Таким образом, те силы, которые пытаются нас развернуть против Китая, действуют в интересах Саудовской Аравии. Сейчас в России, кроме гуманитарного аспекта, Саудовская Аравия борется с Китаем. И часть нас обслуживает Саудовскую Аравию, а часть Китай. Те из нас, кто за Саудовскую Аравию, показывают фотографии, часть из которых ложь, фейк, подделка. Эти за Саудовскую Аравию. А те, которые говорят, ну ладно, нам сейчас неудобно ссориться с Китаем, эти за Китай. Это две разные блохи на одной, может быть, на двух разных собаках, мы не знаем. Но все равно эти люди не выполняют самостоятельные каких-то задач. Они просто обслуживают внешние силы. Обслуживают внешние силы. Решая какие-то свои внутренние проблемы. Понятно, да? И решая свои внутренние проблемы, они вчера в Грозном частично кричали, и есть свидетельство об этом сегодня в прессе, начнем с Калмыкии. Так что вот это, вот это попытка. И это пугает, да. Это попытка, обслуживая внешние силы, одни обслуживают Саудовскую Аравию, а другие Китай. Вот обслуживая внешние силы, решать местные вопросы. Начинают решать местные вопросы с криков, давайте разберемся с Калмыкией. Вот это пугает, вот это страшно. Потому что, Ильгам, это очень страшно, согласитесь. Вот это совсем нехорошо. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Игорь, Москва. Игорь. А вот, Сергей, а вы-то за какой интернационал вообще? А я же, понимаете, роскошь моя, Игорь, в том, что я сделал шаг в сторону в тот момент, когда я избрал профессию журналиста. Я сделал шаг в сторону. Мое дело заострять и показывать вам как бы с увеличительным стеклом, некоторые точки, понимаете? Я хожу, просто показываю указкой. Вот, 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 понимаете? Ну, понятно. Выгодная профессия, поймите. Очень, да, да, да. Указываю на болячки и говорю, вот, вот, вот. Понимаете? Ну, хорошо. Я хорошо устроился. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мне кажется, следовало бы подумать еще, на какие моменты он будет, опять же, сравнивать, когда Кадыров сравнивает там Чечню и Россию, и, соответственно, там ситуацию. Вот, в принципе, оборолось ли вот, когда была Чечня, чеченская компания, оборолась, она реально за независимость. Или ее использовали против России. И не происходит ли вот то же самое там. Они вот хотят как-то упростить очень ситуацию, а упрощенная ситуация, это обычно... Надо сказать, что... И надо сказать, давайте мы с вами скажем, со всей степенью откровенности, что спонсоры сепаратизма в Чечне в момент войн, первый и второй, были те же самые. Страны Залива и Саудит. Да, и точно самые вертальные ситуации... И спонсоры войны в Сирии, те же самые. Те же самые. Страны Залива и Саудит. А упрощение вот этой ситуации, то есть разложить-то действительно невозможно, потому что если упрощать ситуацию... Да. То есть тут уже даже и не блохали на блохе. Вот вы помните, какой первый был герб Ишкирии? Нет. Это волк. Волк, 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 волк. Новости. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. 9 часов 30 минут в столице. В студии с новостями Антон Кравченко. Доброе утро. В начале сообщение с ленты информационных агентств с пометкой «Молния». Владимир Путин сообщил, что принял приглашение президента Египта посетить страну, но нужно определиться с датами. Также президент России надеется, что в ближайшее время может быть полностью решен вопрос с авиабезопасностью в Египте. Москва видит усилия Каира. Слава Путина передает агентство РИА Новости. Подробности в следующем выпуске новостей. 20-километровая пробка на МКАД будет ликвидирована в течение часа. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил ведущий специалист отдела оптимизации дорожного движения ЦОДД Алексей Смагин. Речь идет об участке кольцевой автодороги, где столкнулись три грузовика. ДТП в районе Гальянова случилось этим утром. В результате крупной аварии погиб один человек. На внешней стороне МКАД образовалась серьезная пробка. «Гардиан» уличила власти Азербайджана. В отмывании почти трех миллиардов долларов эти деньги правящие элиты республики при помощи серых схем вывела из страны через британские подставные компании. Как пишет газета, чиновники совершили более 16 тысяч платежей с 2012 по 2014 год. Некоторая часть этих денег была выплачена политикам и журналистам в рамках международной лоббистской операции, направленной на уменьшение критики президента Азербайджана Ильхама Алиева и на продвижение положительного имиджа страны. Российским школьникам начали раздавать двухэкранные планшеты. Гаджеты – это российская разработка, которая представляет собой электронный учебник. Пилотный проект компания «Ростех» запустила в Свердловской области. Он стартовал 1 сентября в четырех муниципалитетах, включая Екатеринбург и Нижний Тагил. Планируется раздать 8 тысяч планшетов, которые потенциально должны заменить все учебные пособия, в том числе тетради и книги. Об этом сообщает РБК. Гаджет работает на операционной системе Android. Размер экрана такого планшета – 10 дюймов, вес полтора килограмма. Примерная стоимость – 30 тысяч рублей. Названия у российской разработки пока нет. В Индии слон затоптал мужчину при попытке сделать селфи. Об этом сообщает Daily Mail. Мужчина приблизился к животному слишком близко, чем и спровоцировал агрессию. Пострадавший скончался от полученных травм в машине скорой помощи по дороге в больницу. Отмечается, что мужчина был нетрезв. Видео инцидента можно посмотреть на сайте говоритмосква.ру. Парковки для туристических автобусов появятся возле достопримечательностей в Москве. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы. Стоянка для 18 автобусов появится возле парка Зарядье. Такое же количество транспорта сможет разместиться на Причистинской набережной. На Болотной улице будет организована зона для парковки 38 туристических автобусов. Также специальные стоянки появятся возле Храма Христа Спасителя и на площади Тверская застава. В завершении выпуска информации о курсах валют. Доллар на сегодня 57,78 рубля, евро 68,73 рубля. И о погоде. В эти минуты в Москве плюс 10. В течение дня пасмурные дожди, местами сильные. Температура воздуха в Москве, по данным Гесметио, составит 12-14 градусов тепла. По области будет от 11 до плюс 16. Таковы главные темы к этой минуте. Антон Кравченко, «Говорит Москва». «Говорит Москва». Реклама СНОП – это сайт, журнал и более 150 мероприятий в год. Смотрите громкие кинопремьеры и театральные постановки в компании их создателей. Посещайте музыкальные фестивали и превью выставок. Вступайте в дискуссии с ведущими экспертами и делитесь мыслями с нашими постоянными клумнистами. СНОП – это уникальный круг собеседников, одним из которых можете стать вы. Оформить участие в проекте можно на сайте snob.ru для аудитории старше 18 лет. О, скидка! И здесь скидка, и тут скидка! В Эльдорадо скидки на каждом шагу. Недели супер-брендов! Например, стиральная машина Hotpoint с датчиком загрузки всего за 18 999 рублей. И скидка до 30% по акции. Подробности в магазинах. Эльдорадо. Качество по лучшей цене. Телефон рекламной службы 737-8747, код 495. Радио «Говорит Москва» совместно с Русфондом собирает деньги на спасение годовалого Тимура Анфалова из Подмосковья. У Тимура врожденный порог сердца, крупный дефект межжелудочковой перегородки. Мальчику необходима срочная радикальная операция на сердце в условиях искусственного кровообращения. По мнению кардиохирургов, операцию необходимо сделать в ближайшее время. Такая операция будет платной, поскольку у ребенка нет московской прописки. Но у мамы Тимура, которая одна воспитывает ребенка, таких денег нет. Для спасения Тимура Анфалова необходимо собрать 496 500 рублей. Вы можете помочь Тимуру, сделав СМС-пожертвование. Отправьте слово «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Дополнительную информацию о Русфонде и детях, которым нужна ваша помощь, можно найти на сайте русфонд.ру. Король Саудовской Аравии посетит Россию в октябре. Ну как хорошо все-таки. Мы будем держать какой-то баланс. Ну нам надо с саудитами договариваться и по нефти, как вы знаете. В рамках ОПЕК мы там квоты держим. И с саудитами нам бы надо поговорить и про Сирию, потому что часть радикальных террористических группировок это выкормыши саудовской... ...оружать против нас и так далее, и так далее. Но это тоже забавно. Ну может быть поговорим и про всевозможные их воздействия на Северном Кавказе, которые становятся все более очевидными. Посмотрим, насколько это возможно вообще включить в переговорах, пусть даже неформальную повестку дня. Слушай, значит я хотел сказать, что... Да, кстати, еще одна неформальная вещь, которая делается. Лично министр иностранных дел Канады вывозила и помогала и организовала операцию по спасению 20 геев из Чечни, гомосексуалистов. Ух ты! В течение трех месяцев... Послушай, сообщение. В течение трех месяцев федеральное правительство Канады в рамках уникальной секретной операции помогало чеченским гомосексуалистам, на которых по информации СМИ идет травля республики. Значит, эвакуация, спецоперация по эвакуации гомосексуалистов из Чечни в Канаду руководила лично глава Министерства иностранных дел страны Христия Фриланд. Христия Фриланд. Все, они, значит, в рамках... 22 человека уже, не 20, 22 человека. Они вывезли, и если сейчас, насколько я понимаю, секретность была снята с операции, значит, операция закончена. Пока операция закончена. Следующая операция будет уже... Следующая операция. Ну и так далее. Видишь, как сейчас... Сейчас самая понтовая тема — это быть гомосексуалистом из Чечни. Дим пишет. Так вот, как эмигрировать в Канаду. Ну, конечно, ребят. Причем, слышишь, там, корячишься какие-то заявки, потому что ходишь в посольство, собеседуешь. Какие-то поинты тебе начинают, поинты за знание английского или французского языка. Я очень хорошо знаю об этом, потому что я эмигрировал в Канаду. Да? Ну, я не доэмигрировал, да. То есть я получил разрешение в... Я тебе скажу, когда... В июле 96-го года я получил разрешение эмигрировать в Канаду. И тотчас сел за стол и написал им письмо, что, пожалуйста, закройте. Please close my file. I don't want to emigrate. Я передумал. Я передумал. Закройте мой файл. Закройте мое дело. Я не буду эмигрировать в Канаду. Почему? Боря Березовский уговорил. Уговорил остаться. Он сказал мне, Сережа, ну что ты делаешь? Ну, перед нами страна, в которой мы творим историю. Мы творим историю своими руками. Какая в жопу Канада, сказал Боря. Ну что ты будешь в Канаде делать? Ты будешь сидеть, скучать, тосковать, мучиться и плевать в зеркало. Прекрати. Порви это заявление свое. Я говорю, так у меня уже все готово. Я уезжаю. Ни в коем случае. Пиши заявление в канадское посольство, что ты не хочешь. Я написал. А сейчас бы вот сидели там с геями? Сидел бы с канадскими, с чеченскими, простите, геями. Нет, сейчас бы осень. Красивое время сейчас в Канаде. Я бы был канадцем. Собирали кленовые листья. Я бы сидел в Канаде. Весь укутанный кленовыми листьями. Вокруг меня какие-то выдры тащили бы рыбу, бобры строили бы плотины. Какие-то скучные, невозможно, канадцы готовили бы какую-то невозможно скучную еду. И вы бы смотрели, как секретный самолет спускается или вертолет на какой-нибудь газончик. Газончик, это выходит такие шикарные наши. Если честно, я могу тебе сказать, честно говоря, я, наверное, как всякий приличный канадец несколько возраста, может быть, уже взрослый канадец, я бы сказал, и самодостаточный канадец, я бы проживал где-нибудь все-таки близ Майами. Канадцы, у канадцев, собственно, так дело и строится. Они в молодости что-то такое работают там, как-то так. А потом, ближе уже к солидному возрасту, они переезжают все в Майами. Все уже там сидят и едят, лечен в кубинском ресторане, едят молочных поросят. Вот в основном таким образом. Или рыбку. Ну хорошо, значит, еще. Я хотел сказать, что Алексей Учитель пообещал в 19-м году выпустить Матильду в виде сериала. Сериала, представляешь сериал? Да. Дэвид Линч выложил последние две серии, ну, в смысле, последние две серии Твин Пикса вышли одновременно. Я вчера смотрел, вставляя спички в глаза до полдвенадцатого, в 19-ю серию, а на 20-ю я не смогу. Я так понял, что куб перешел опять в Вигвам. В общем, короче, в 19-й серии, мне кажется, что Купер вместе с Даяной, они как бы шагнули снова в Вигвам. Ребят, это жопа. А что же будет в 20-й? Я так надеялся, что куб останется здесь у нас, по нашу сторону. А он опять туда, он говорит, мы во сне, мы во сне. Опять музыка пошла и титры. Ёлки-палки. Ну, вот так же будете смотреть и сел про Матильду. Про Матильду? А там про Матильду что я должен смотреть? Ну, подробнее, все сцены подробнее. Все? Все подряд, все постепенно. Все на 40 минут каждый раз, да? Типа... В бразильском. Я купила новую юбку. Что? Ты купила новую юбку? Да посмотрите на нее, она купила новую юбку. Правда она купила новую юбку? Вот так, да? Да. Ну, может быть. Значит, учитель выпустит эту штуку. Я хотел сказать, что Поклонская увидела задевание чувств верующих в словах Ройзмана. Ройзман, напоминаю, он мэр Екатеринбурга, но там мэрство иное, то есть это не так, как в Москве. Мэр это примерно глава парламента Екатеринбурга, то есть глава Думы, Екатеринбургской Думы. Вот он же мэр. Потому что там есть сити-менеджер, который настоящий мэр, а Ройзман, он глава местной Думы. Например, кто глава Думы в Москве? Кто глава Думы в Москве? Я тебя спрашиваю, кто? Я даже не знаю. Можете сказать? Плевать. Плевать. Скажи мне, кто глава Думы в Москве про Пердыкина, я тебе отвечаю. Плевать. Через три минуты спроси меня, кто глава Думы в Москве, я тебе отвечу. Плевать. Плевать. Ну, то есть реальные силы его невелика. Просто абсолютно неинтересно. Абсолютно неинтересно. Ну, Ройзман фигура все равно заметная. Ройзман заметная фигура, потому что он харизматик. А, например, то есть роль его во власти, она никакая. Понятно, да? Но поскольку он харизматик, и он заметный человек в миде, он заметный блогер, вообще заметный человек, общественно заметный, им возмутилась Поклонская. Поклонская сочла, что мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задел религиозные чувства православных людей, назвав православным фанатом водителя грузовика, протаранившего кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге утром 4 сентября. Накануне, как мы знаем, один прелестный человек, мне кажется, все-таки светлый человек. Просто не совсем адекватный, но... Он совершил проступок с точки зрения вульгарной какой-то этики. Но человек, он, конечно, светлый, потому что он провел визе... Он приехал откуда-то из Зажопинска местного. Приехал в Екатеринбург, в столицу региона. Он там просидел весь день, когда его спрашивают, он говорит, я просидел весь день в храме на крови. То есть он весь день молился. Молился и пропитывался как бы вот надлежащими каким-то... надлежащими вибрациями. Когда он, наконец, надлежащими вибрациями... Полностью напитался. Напитался, он поехал взорвать... Ну, его идея была... Цвет нести. Взорвать, абсолютно верно. Пламя. Ага. Огонь, огонь, иди за мной. Очищающий. Твин Пикс. Огонь, огонь, иди за мной. Он, значит, как Боб, решил сказать огонь, огонь, иди за мной и взорвать к чертовой матери кинотеатр. Но не получилось. У него баллоны с газом не взорвались. Ну, у него машина хорошо горела. Хорошо горела, потому что он коктейль молотого. Он кидал коктейль молотого. Да, но она так вспыхнула, как будто он ее чем-то... А газовые баллоны не взорвались. Да. Не взорвались. Ну, подождите, с другой стороны, есть в этом какой-то элемент демонстративности и акционности, да, согласитесь? С другой стороны, тогда чем он отличается от какого-нибудь Павленского, который сжег двери ФСБ? И прибил мошонку. Ну, нет, оставим его эти... Если бы он прибил мошонку, этот вот православный активист... Да. Если бы православный активист прибил мошонку, то это вызвало бы меньшие повреждения даже для его собственной машины. Он же испортил себе машину. Ну, прибил, ну и прибил, хорошо. Ну, и хорошо, молодец, членовредитель, йог. Может, он йог. И все. Но он же не... Почему ты сравниваешь его с Павленским? Потому что Павленский поджигал двери в знак протеста, да, против репрессий. Обратить на себя внимание, и имея в виду, Павленский, Павленский, имея в виду, что эти двери не прогорят долго, потому что он плеснул просто, они, так сказать, там загорелись поверхностью. Я согласна, да, он это делал все красиво. Лак. А здесь целью было взорвать, потому что он был начинен баллонами с газом, которые баллоны с газом просто не взорвались, они собирались. Но он рассчитывал, сам расчет этого досточтимого человека был в том, чтобы взорвать к чертовой матери. Но он же приехал ночью, ночью. Ну, там рано утром, утром. Ну, там все равно не было людей, посетителей не было еще. Да, 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 то есть гуманизм этого досточтимого человека, это тебе не расправа. На Драхин же. Нет, нет, нет. Просто этот человек переборщил. Это был жест. Вот так мощно, мощная акция. А, ну так подожди, с этого я и начал. Он чуть-чуть переборщил, чуть-чуть, я бы сказал, даже чуть-чуть. Значит, представители церкви там в Екатеринбурге, в Екатеринбургской епархии, осудило нападение на кинотеатр «Космос». Представители церкви опубликовали соответствующие свои заявления. Они обвинили в этом заявлении создателей фильма «Матильда», я читаю на «Говоритмосква.ру», в нежелании идти на диалог и подпитывании почвы для конфликтов. То есть создатели фильма «Матильда» подпитывают почву для конфликтов. Однако отметили... Александр пишет только, что упал башенный кран, слышны стоны людей. Где? Александр, поясните, пожалуйста, где это... Где? И если вы очевидец, то, может быть, пришлёте свой телефон, чтобы наши слушатели могли с вами... Александр, нам нужны телефоны, нам нужны телефоны. Ваш телефон, с кем связаться? Где упал кран? Расскажите, пожалуйста, Александр. Студенты-практиканты? Нет, не то. Ребят, дайте мне, дайте мне, где упал башенный кран. Пожалуйста, это очень важно. Это очень важно, это новость. Химки около Меги. Александр, киньте куда-нибудь свой телефон. Мы никому не расскажем. Дайте мне телефон. Дайте мне телефон, Александр. Спасибо. Сек, я звоню Александру. Значит, секунду. Восемь. Я не буду говорить вслух. Договорились? Хотя мне было бы легче, конечно, если бы я говорил вслух. Сек, ещё, ещё, ещё. Да. Александр, я вам звоню сейчас. Прямо пытаюсь дозвониться. Вы мне расскажете, что это. Я туда еду, буду через 15 минут, говорит Юрий. Юрий, да. Юрий. У Карцева с Ильченко кран упал, говорит Джейджи. Александр, расскажите, пожалуйста, что это. Это большой кран и так далее. Ну, это башенный кран. Здесь просто вот микрорайон застраивает. Прямо около 100, буквально через дорогу. Да. И этот кран ставили, вот, ну, пару дней назад начали его устанавливать. Да. Его только возводили, то есть он был где-то на высоте, может быть, там, ну, 10 этажа. Здесь новый корпус дома строить хотели. Да. Вот, я услышал грох, это выскочил на балкон, вот, и только, ну, люди тут сбегались со стройки. Да. Вот, я открыл окно, и было слышно, ну, это буквально от меня, вот, в 20 метрах. Да. И было слышно там стоны, крики людей, то есть, ну, наверное, ну, там, наверное, в кабине крана люди были, не знаю, там начали все кричать, там, скорую, скорую вызывать. А сейчас вот, ну, пока ни скорой, ни полиции нету, ну, люди там что-то бегают, лазят, лавана. Спасибо. Спасибо вам огромное, спасибо вам огромное. Значит, точный адрес вы можете нам дать еще раз? Повторите, пожалуйста, адрес. Да, это Химки, улица Молодежная, дом 74, около Стокмана. Спасибо. Спасибо большое, спасибо. Итак, в Химках только что упал кран, и мы что сделаем? Артемий Скорпич, пусть фотки пришлет. Вот, это довольно жестоко, но да, действительно, если вы можете сделать фотографию, пришлите, пожалуйста, это нужно для новостей. Скоро будет там Юрий, Юрий едет туда, и скоро будет знать все, что там происходит. Да, интересно, как эта новость? Здравствуйте, меня спрашивает Джей Джей, а что мы сделаем? Мы сделаем, мы будем знать, мы должны знать. А вы не должны знать, что краны падают, вы не должны знать, что люди не будут. Что вы могли там находиться, что на вас мог упасть кран, что кран мог упасть на детскую площадку, кран мог упасть на вашу машину. Вы не должны знать, кто отвечает за чертов кран, кто его ставил, существуют ли какие-то регламенты. Вот нам приходят фотки, приходят фотографии. Спасибо большое, спасибо. Значит, слушайте, вы не должны знать, кто за такие вещи отвечает, соблюдаются ли какие-то регламенты или не соблюдаются и так далее. Через 30 минут могу быть там и заснять все с квадрокоптера, говорит Виктор. Виктор, пусть скорую вызовет и МЧС, говорит Алексей Врач. Алексей Врач, он сам слышал крики, он вышел на балкон когда, он слышал крики о том, что вызвать скорую, вызвать скорую, там рабочие. И я думаю, что... Наша новостная служба уже звонит и МЧС. Да, и наша новостная служба, конечно, звонит и в МЧС и все. Это съемки из 76-го дома мне дают сейчас. Только я так... А, вот, сломанная, вот часть сломанная. Да, там такая стрелка. Да, значит, часть крана осталась. Съемки сейчас идут из 76-го дома, а адрес, собственно, стройки, 74-й дом. Надо... Секундочку, что там, при чем тут? Во всем виноваты бакланы. Они проклевали кран, пытаются острить в ВИЭР. Зарплата крановщика от 180 до 220 рублей в час, говорит Нефман. Скидывайте фотки в новостной телеграм-канал. Советует нам Спиро. Секундочку, секундочку. Секундочку, секундочку. Киньте в ваш твиттер. Обычная техногенная авария, говорит Джей Джей, который пытается, как это сказать, пытается все опошлить. Джей Джей, вы Ржевский, что ли, поручик? Поручик, поручик, угомонитесь. Мы идем за новостями, Джей Джей. Нас интересуют подобные вещи. Потому что эти вещи происходят в... А, я реалист, говорит Джей Джей. Вот реалист, вот поручик Ржевский так примерно про себя и говорил. Значит, мы идем за новостями. А это потому, что ветер сильный или это конструкционное что-то, говорит Дарсу. Не знаю. Сегодня были предупреждения о том, что погода нехорошая. Ветра мы не видим. Мы видим деревья здесь. Сегодня ветер будет нормальный. Я уж не помню, сколько метров в секунду, но больше, чем обычно. Ну, знаешь что, этот кран ставится на планете Земля. Согласна. Если бы мы сказали, этот кран ставится на какой-то незнакомой планете, и вот гляньте, когда он падает. А этот кран ставится на планете Земля, он, прежде чем его выпускать, компания, которая его выпускает, проходит какие-то регламентные испытания тоже, под каким градусом его можно ставить. Можно ли там Пизанскую башню, например, из него изобразить, еще что-то. Это все проходит многократные испытания. И все это описано в учебниках по этому крану. Поэтому люди, которые начинают его монтировать, тоже проходят некоторую подготовку. Ему объясняют, как это делается, понимаете? 737. Почему они падают? Алло, здравствуйте. С чего они должны падать? Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Доброе утро, Сергей. Сергей Маклай. До свидания. В 1978-го года я, как снабженец, вот на все эти объекты высота доставляю, скажу, что падение крана – это событие, а падение узбека и таджика – это рядовое происшествие. На каждой высотке по одному, по два человека падают. Ну, за все время строительства вы имеете в виду? Да, каждый дом, считайте, в Москве, каждый высоток обязательно. Тихо тело отправляют на родину. Белорусы раньше падали, но сейчас белорусы к нам не ездят. Скажите, а их, они как-то привязываются, вот веревки какие-то и… Ну, примитивный труд. Приходят люди, которые прямо на объекты начинают свою профессию обучаться. С 18 лет, пацаны, даже 16-летних я встречал. Ну, давайте мы с вами полезем, мы же, как скажем, чтобы нам к поясу прихреначили какую-то толстую такую штуку. Знаете ответ, за воротами стоит очередь. Иди гулять без страховки. А-а-а, я не знаю. Ну, вот скажите, вероятность того, что это ветер или халатность, что выше? Уже нет, да? Для меня? А, нет, в смысле, что он ушел? Да, 60-й пишет, ветра нет, это халатность. Вот, так что и не он первый, кто говорит, что, скорее всего, здесь какая-то техническая ошибка. Я про высотное строительство знаю только одно, что я жил на 30-м этаже месяц, месяц, на 30-м этаже. А напротив меня строили здание, его тогда еще не было. Сейчас это, может быть, одно из самых знаменитых зданий Нью-Йорка. Там живут все звезды, там квартиры у всех звезд, они не живут, но квартиры все купили там. И твой Брэд Питт, и все там купили квартиры. Вот, значит, это Колумбус, Колумбус Сиркус, на углу Сентрал Парк. Я жил в Трамп Тауэр, не той Трамп Тауэр, где сам Трамп, а Трамп Тауэр в First West Central Park. То есть, если сам Трамп на 5-е авеню, по эту сторону Сентрал Парка, то я был как бы на 7-й Колумбус, и вот, которая потом в West Central Park улица. First West Central Park. И на Колумбусе строился вот этот небоскреб знаменитый, который сейчас там стоит, на жилой дом. Вот, и строили прямо напротив меня. То есть, я на 30-м этаже жил, и прямо напротив меня, ну, может, этажей на 5 ниже, ребята работали. Зажите, честно скажу, американцы. Ну, то есть, там, они высотники, там, конечно, кошмарные деньги они получают, большие очень деньги, очень большие. Вот. Но я тебе такую вещь скажу смешную. Я смотрел когда на них, пристально, я никакой страховки не видал. Они прыгали там, они, значит, садились на эти балки железные, которые соединяют вот на этаже конструкцию, и на эту балку привинчивали, они там болты завинчивали. И я видел, как он скачет по балке, как бы отталкиваясь руками, вот так скачет по балке, на высоте 30-го этажа. С ума сойти. Эль, Эль. Я что-то не видел страховки. Скачет и скачет. Ну, они от одного места к другому скачут. В одном месте завинтил, значит, и скачет к другой. Вот так вот руками отталкивается, ну, она широкая вот такая, но это 30-й этаж. Там очень далеко. Смертные какие, а? Скачет, скачет, скок, 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 потом там встал, побежал куда-то и все. Я думаю, мне кажется, что сама страховка, она требует некой, ну, ее пока законтришь, закрепишь. Плюс ограничение подвижности какое-то. Небольшое, да. Ну, и само время. Тебе надо закрутить 4 болта, например, условно. И ты, смысл в том, что тебе надо закрутить 4 болта, а ты будешь их закручивать, например, там, строго говоря, там, 10 минут. А если ты будешь страховку монтировать, ты еще 10 минут будешь монтировать страховку. Да. Значит, ты на 4 болта и срочно не 10 минут, а 20. Ну, и все, и все, плевать, и все. Ну, что, первый раз, что ли? Понимаешь, да? И они уже ничего не крепят, а просто пошел, и все. Как уж это чудом они спасаются, я не знаю, но спасаются. 7373948, алло, здравствуйте. 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 Сергей Ильинич. Да, я. Здравствуйте, это Константин Иванович, Саров звоню. Здравствуйте, Константин Иванович. Вы знаете, я слышал такую историю, что небоскребы в США построили индейцы. Нет. Потому что у них нет... Нет, нет, все, потом вы расскажете мне. Это очень хорошо. Я думаю, вы можете обратиться к Грызлову, к Петрику, там, туда. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Алло, слушаю. Да, добрый утажник. Здравствуйте, да. Ну, с падающими таджиками прорабы очень просто все делают. Упал, на него одевают снарягу всю эту защитную, пояса в пыли там погоняли. Ну, потом приезжает на наряд, говорит, да вот тут как-то был снаряжен, все. Ну, его неосторожность, вот упал. Неосторожность, ну... Так они подписывают все журналы о технике безопасности, естественно. Пока труп мягкий, его можно одеть. Да, 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 это быстро. Потому что потом он накоченевает, и уже трудновато надевать. Нет, это делается все в первые же минуты, конечно же. Но это постоянно на объекте. И все, это все очень просто решается. Да, да, да. Но вы понимаете, в чем дело? Когда краны вот так падают, это может угрожать... Я не к тому, что есть люди первого и второго сорта. Но есть люди профессии, а есть люди вообще посторонние. Вот мы с вами идем, и он, чертов, кран падает на нас. Ну, я один раз по центру Москвы шел, рядом со мной кирпич упал. Ну, вот. Понимаете, в чем дело? Я понимаю, что... Я сейчас не говорю о том, что мы жалеем или не жалеем рабочих. Мы их жалеем. Конечно. Мы их жалеем. Это страшная вещь и все. Больше того, рабочие, когда действительно очередь стоит на стройку, ему некогда спорить там о правилах техники безопасности. Ему говорит бригадир, давай, давай, давай. И он пошел. Понимаешь, в чем дело? Но мы так же думаем о людях вообще посторонних. Вообще посторонних. Они никакого отношения к этому не имеют. Может же это жахнуться просто на человека? Может. Ладно, в Химках. И машины там стояли, где паркованы. Молодежная 74, упал кран, были стоны людей, крики скорая помощь. Движение. Подъем в движении. 7 баллов. У нас сегодня 20-километровая пробка. Из-за того, что фура сложилась в Лосином острове на внешне и мусоровоз вместе. Это все в 5 утра. И до сих пор вы видите, что 10 и пробка на десятки километров и 7 баллов в Москве. Новости. 10 часов в столице. В студии с новостями Антон Кравченко. Здравствуйте. В Химках упал башенный кран. Это произошло на Молодежной улице около дома номер 74. По словам очевидца происшествия, который дозвонился в эфир радиостанции «Говорит Москва», в результате ЧП могли пострадать люди. В МЧС информации о происшествии пока нет. Владимир Путин поддержал идею отправить миротворцев на Украину. Президент заявил, что поручил главе МИДа Сергея Лаврова внести на рассмотрение ООН проект соответствующей резолюции. По словам Путина, миротворцы могли бы обеспечивать безопасность миссии ОБСЕ на линии соприкосновения противоборствующих сторон. Ранее президент Украины Петр Порошенко обсуждал возможность развертывания в Донбассе миротворческой миссии ООН с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Украинский лидер говорил о том, что намерен представить эти планы на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Путин считает, что санкции не заставят КНДР отказаться от ядерных испытаний. Президент России заявил, что Москва осуждает упражнения со стороны Пхеньяна, но ограничительные меры будут бесполезными и неэффективными. Санкции не помогут, в КНДР будут есть траву, но не откажутся от ядерных испытаний. С КНДР надо вести диалог, у нее не должно быть опасений за свою безопасность. Нагнетание военной истерии бесперспективно, сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. По его словам, ставить Россию в один санкционный список с КНДР и Ираном, а потом просить объединиться в вопросе санкций в отношении Пхеньяна, нелепо. Так что на пресс-конференции Владимир Путин прокомментировал дело Серебренникова и несколько других вопросов. Вот срочное сообщение, которое в эти минуты приходит на ленту информационных агентств. Комментируя дело, худрук Гогольцентр, он сказал, что под следствием сейчас замдиректора Эрмитажа и замминистра не освобождать же их из-за того, что они деятели культуры. Также он сказал, что если в отношении режиссера Михалкова будут какие-то данные, то его тоже будут проверять. Губернатор Приморья рассказал о планах на случай напряженности в КНДР. По словам Владимира Миклушевского, такие планы носят закрытый характер, они общие для всех угроз и не только со стороны Северной Кореи, сказал глава региона, выступая на Восточном экономическом форуме. В воскресенье КНДР заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Сегодня СМИ сообщили о перемещении в Северной Корее баллистической ракеты на побережье для запуска в сторону Тихого океана. В завершении выпуска информации о курсах валют. Доллар на сегодня 57,78 рубля, евро 68,73. И о погоде в эти минуты в Москве плюс 10, в течение дня пасмурные дожди, местами сильные. Температура воздуха в Москве, по данным ГИСМЕТИО, составит 12-14 градусов тепла. Таковы главные темы к этому часу. Антон Кравченко, «Говорит Москва». Внимание, внимание! «Говорит Москва!» «Говорит Москва!» 94,8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Реклама. У нас очень крупная компания, стабильная зарплата и оплачиваемый отпуск. А соцпакет у вас есть? Есть. Бесплатные обеды, ДМС и... Понятно. Спасибо, я вам перезвоню. Хэхэру. Выбери работу, которая подходит тебе. Ноль плюс. О, скидка! И здесь скидка, и тут скидка! В Эльдорадо скидки на каждом шагу! Недели супер-брендов! Например, электрический духовой шкаф «Хотпоинт» всего за 15 999 рублей. И скидка до 20% по акции. Подробности в магазинах. Эльдорадо. Качество по лучшей цене. Телефон рекламной службы 737-8747. Код 495. Один из популярных в мире мессенджеров Телеграм. Давно обратили внимание... Ультиматум владельцу мега-популярного мессенджера Телеграм. Или Павел Дуров на регистрирование. Именно Телеграм. Поскольку в этом приложении можно создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования. Нужно предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации. Если отказывался от сотрудничества с российскими властями, то вообще рекламировал варианты обхода блокировки. Как будто сам в ней не сомневался. Подписывайтесь и читайте Телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Телеграм по запросу «Радио говорит Москва». С литно и латиницей. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сережа, пастушок, поиграем. Поехали. Ранья, друг Сережа. Селегу не награждал. Продолжение следует. Синева. Продолжение следует. Великий город Великий город. 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 ему бы не давали госсредства но он их получал и это не маленькие деньги да это тоже верно но тоже непонятно касательно нынешних времен это что значит то есть когда-то он получал эти деньги действительно как бы это было сколько-то лет назад хорошо еще путин об отношениях с к ндр у нас практически нулевой товарооборот товарооборот 0 я не знаю или тасс это близки к нулевому но есть некие предположения что корейцы экспортируют рабочую силу у них есть такие как концлагеря где они возят живых людей в том числе на русском дальнем востоке как будто бы может быть да может быть нет вот здесь для меня это вопрос они выводят живых людей которые участвуют там сказать там что-то делают они делают но это такие как бы концлагеря то есть они не вправе их покинуть северной корейцы они не вправе там сесть билет например купить билет поехать маленечко покайфовать где-нибудь в ночном баре там нет нет это концлагерь в чистом виде и зарплату получают начальник концлагеря начальник такой слышал подтвердить это трудно все что с северной кореи связано подтвердить трудно все на самом деле с 90-х годов существует существует информация такая на уровне неподтвержденным неподтвержденным опять какие-то догадки что севернокорейцы все их посольство заняты наркоторговлей что они транспортируют наркотики наркотики синтетические то скажем там же в северной корее готовят они пользуются дипломатическим иммунитетом перевозят наркотические средства были слухи слухи были потом они угасают потом они появляются потом угасают сказать вот так наверняка точно это не же черт его знает черт его знает ну вот как бы но но время от времени появляются слухи что дипломаты северной кореи заняты наркоторговлей потом вдруг опять тишина какая-то потом а хакеров то же самое да 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 трудно сказать поэтому когда у нас практически нулевой товарооборот вот эти вот и рабочих мы берем из к ндр первый вопрос следующий и второй мы точно уверены что посольство в москве не занято наркоторговлей вы точно в этом уверены меня нет ответа хорошо значит секундочку еще путина делали серебряного последствиям сейчас замдиректора армитажа и замминистра не освобождать же их из-за того что они деятели культуры это очень верное утверждение но есть также вопрос тогда если путин говорит это это верно но там где замдиректора армитажа и замминистра речь идет о реставрации там понятное дело там сметы как бы они подложные были а у серебряного другая вещь тоже похоже но она связана как говорят деятели искусства может быть врут можете врут что есть там несовершенство в законодательстве читала да сущностно сущностно так вот ты приходишь ко мне например говоришь дайте пожалуйста денег на спектакль да я тебе их даю 50 20 миллионов ты должна мне оправдаться но там закон построен так что ты можешь их расписать эти деньги только постфактум после того как ты поставишь спектакль то есть по акту о выполненных работах она ты не можешь ты его не поставила а тебе надо поставить потому что взяла под это деньги а брать деньги нельзя потому что брать деньги можно только по акту понимаешь да значит ты вызываешь своего бухгалтера умного очкастого ему говоришь здесь так сделай как-то так чтобы вот серёжа дал 20 миллионов нам на на спектакль сделай как-то так чтобы мы могли их тратить и бухгалтер начинает трактовать все это как расписывать что он уже какие-то акты какие-то фигни у какой-то ахинею начинает писать вот это все и под эти акты ты получаешь 20 миллионов ставишь чертов спектакль предположим что не себе не берешь ни копейки ни на blackjack ни на шлюх ни на чего не берешь не берешь но честно это честно ну честно сошла с ума и честно сошла с ума и пьешь воду вместо шампанского ну хорошо значит ты все равно должна обманом получить эти деньги только такой закон так объясняют деятель искусства они так объясняют мы не знаем верить деятелям искусства или нет но сущностно, проблема в этом, сущностно, что Серебренников брал деньги вперед, а по закону имеет право только постфактум взять. Таким образом, деятель искусства должен делать следующее. Получить у государства средства, а затем под залог этих средств взять кредит. Ты понимаешь, в чем дело? Либо обманными документами взять эти деньги. Понимаешь? Еще раз, внимание, не все слушатели это знают. Значит, смысл в чем? Вот Елена Искуссова знает. Елена, Елена, вы же аудитор, да? Лена, Лена. Ой, как мне жалко. Как я был счастлив увидеть вас в линии. Я был счастлив увидеть вас в линии. Я сперва, Лай. Sorry, the connection is lost. Не у нас lost, а у них там lost. Почему, Билайн? Понимаете, в чем дело? Значит, как будто бы. Алло, здравствуйте. Ну, я так вот, так понял. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Опять connection lost. Что-то, что-то, а тут уже хорошие. Алло, здравствуйте. Да черт, ну что это, блядет. Это важный был звонок. Мне звонил человек, сейчас вот звонил человек из следственного комитета. Нифига. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Лен, здрасте. Алло. Здравствуйте. Да, здрасте. Знаете, у меня здесь такая плохая связь. Извините, пожалуйста, но я все равно счастлив вас слышать. Скажите, пожалуйста, посеребненького, сущностно, вы понимаете так же, как я, или вы читали и поняли, что другое? Вы знаете, я сужила о законе об учете, где бухгалтер отвечает, то есть она практически, если бухгалтер делает эти фальшивые документы, она же сидит все в бухгалтере, она не может знать, состоялся в спектакле или нет. Это правда. Она делает этих фальшивых документов, а для себя просто пишет срок. Это правда. Ну, давайте так, вы будете бухгалтером, подождите, вы будете бухгалтером у Элли, она режиссером, а я государством. Давайте, разыграем на троих. Значит, я даю Элли... Подпишу так, что состоялся спектакль, где там три человека выставили на сцену, и все, достаточно, и вот пишем под эти расходы. Да, смотрите, значит, я ей даю деньги, но закон написан так, что эти деньги покрывают уже состоявшие расходы, а ей все равно кредит под мои деньги никто не даст, поэтому она хочет у меня их выжучить. И она вам, бухгалтеру, говорит, она вам говорит, Леночка, милая, Леночка, придумай что-нибудь, Леночка, придумай что-нибудь, Сережа же дает деньги, а взять их невозможно. — Сергей, знаете, в каждом предприятии своя специфика. — Это правда. — В каждом предприятии я только один раз проводила аудит театра, который, кстати, единственный бухгалтер, который пытался меня обмануть. — Да. — Вот, и специфику я не знаю, но закон об учете четко гласит, что ты не отвечаешь за те документы, которые тебе предоставили. — Ну да, ну да. — Знаете, а если ты их сама делаешь, и тебя в этом уличили, ты уже сидишь. — Это понятно. — Вы понимаете, сущностно, что я дал деньги, Элли дал деньги на спектакль, но получить их по закону можно только постфактум по акту. А фиг ли, а у нее нет еще спектакля, и нет денег на спектакль, но я их дал деньги на спектакль, но получить она их не может. Такой закон. — Ну такой закон. — И пусть режиссер и отчитывается как хочет. Понимаете, пусть он и принесет ей акт, но только полная сумасшедшая сама его напишет. — Это правда, это правда. Согласен с вами. — Да, значит, вот я понимаю, что мы ответа на этот вопрос не получаем. Нет. Мы не знаем, почему. Значит, Серебренникова, я бы так не сделал. Вот я внимание тебе говорю. Давай наоборот, ты будешь министром. — Хорошо. — А я буду Серебренниковым. Ну, я буду режиссером. Ты мне говоришь. — Вот у нас есть грант. — Сережа, вот у нас есть грант тебе, Сережа. Там 20 миллионов рублей, да. Но ты их получить можешь только под сделанный спектакль. А у меня его нет, спектакля. Я на эти деньги хочу его ставить. Но закон так написан. Я тогда сделал сящее. Я пойду по Москве где-то. Где-то посмотрю, где-то Мамут ужинает. Мамут. Или где-то Абрамович где-то появится в гараже, так сказать, там. Понимаешь? С какой-то, может быть, знакомой. Абрамович. Роман Аркадьевич. Ром, здравствуй, здравствуй. Ром, слышишь, у меня вот так вот Эля дает. Ну, Эль, ну, это ты же Элю знаешь. Давай позвоним Эле. Хорошо. Роман Аркадьевич позвонит Эле. Эль, привет. Так ты даешь, Сережа, денег? Да, даю. Ну, ты же не подведешь. Нет, не подведу. Ну, хорошо, я дам тогда Сереже денег. А когда он актирует, закроет, мне отдаст. Правильно? Между тремя поговорили. Но верить тебе, Эля, трудно, потому что ты госорган. Конечно. Сейчас не хватит какой-то подписи. Ты замарыжешь, а я 20 миллионов подарил. Ну же, идиот же. Понимаешь, да? Значит, в этих обстоятельствах, если бы я не добился встречи с Мамутом где-нибудь в Сандунах или с Абрамовичем где-нибудь на острове, на этом самом, на Балчуге, на Красном Октябре, не добился встречи, то послал бы я вас нафиг торжественно и не стал бы никаких левых бумажек писать. Вот я лично. А уехал бы, эмигрировал бы в какую-нибудь Германию или Америку. И в гробу бы я свидал торжественно, понимаешь, с троем. Ну, правду, сейчас говорю правду. То есть я бы не пошел на подложные документы. Я бы не пошел. Да, ну подождите. А вдруг вы нанимаете бухгалтера, кладете ему зарплату в три раза, допустим, больше рыночной, и говорите, ты делай вот так, чтобы я получал деньги на свои спектакли. Я вот в этом ничего не понимаю. В момент, когда ты произнесла, помню, твои слова потом следователям будут истолкованы, как подстрекательство к преступлению больше того, с учетом твоего служебного положения, с учетом твоей возможности влиять на кадровое устройство театра, а ты имеешь право сказать, вот с этим бухгалтером работать не хочу, правильно? Значит, раз ты влияешь, раз ты влияешь, значит, ты имеешь право, оказывается, как бы твои слова можно истолковать как давление. Я, во-первых, творческий человек, да, не очень разбираюсь в уголовном праве. А во-вторых, ну все театры так делают. А почему я не могу сделать? Ты мой бухгалтер, ты мой бухгалтер, ты мой бухгалтер. Сейчас меняемся опять. Хорошо. Играем, все время играем, у нас ролевые игры. Значит, ты мой бухгалтер. Я тебе говорю, Элечка, Элечка, да, ты как-то там, ну сама, 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 сама. Я не знаю, как, ну ты сама. Все, и ты сама знаешь, ну ты же где-то училась там всему этому, я думаю, ну давай, давай, давай. Давай, мне нужно 20 миллионов или 60. Ну, значит, давай. Значит, и ты, это самое, и ты начинаешь мудрить. Потому что я тебе зарплату положил против рынка вдвое, да? Хорошая зарплата. Тебе терять ее в лом, правильно? Ну, что тебе, не хочется. Где ты такую найдешь? Обязательно не найдешь, обязательно не найдешь. Найдешь в два раза меньше или полтора, правильно? Ну, и потом человек хороший, ну что, нормально все. Все, и ты начинаешь мудрить. Элечка, ну ты же под уголовкой ходишь. А дальше, когда тебя начинают неделю держать в кутузке, как бухгалтера Серебренникова, ты начнешь вспоминать. Ну, как неделю, я с первого дня уже начну вспоминать. Я ему скажу, что он сам мне... А, ребят, тебе неделю на нарах подержат, ты начнешь вспоминать. Так он же сам мне велел. А в какой форме велел? Приказ есть? Скажешь, нет, в устной. В устной форме. А как звучал приказ? Ну, Эля, давай, ты, значит, давай, но ты же у меня работаешь, и то есть все. Да, дальше. А какой был контекст этих слов? Контекст, Эля. Контекст важен. А контекст был простой. Ты либо это сумеешь, либо идешь нафиг на улицу. Понятно? Не работаешь больше здесь. Вот и все. Значит, если так, то это давление. А если это давление, то это уголовное деяние. Это уголовное деяние, давление. Понятно? Сейчас оказал на тебя уголовное деяние, давление. Я тебе, Эля, сказал, ты сама постарайся. А контекст был, что если ты не постараешься, я найду другого, кто постарается. Ясно? Вот и все. Да, конечно. Конечно, и все это понимали. И следователь это понимает. И следователь это понимает. Таким образом, следователь говорит, что я организовал тебя, оказал давление, заставил тебя пойти на уголовное преступление. Все, иди сюда, давай протягивай руки на ручнике. Все. Вот тебе и все. Но это же формальная сторона. Значит, выход тут один, дорогая. Выход один. Либо надеть оранжевый... Выходов два, как всегда. Либо надеть оранжевый жилет и идти ворочать ломом бордюрный камень мне, вместо того, чтобы режиссером у вас тут быть, ворочать ломом бордюрный камень. Это первый выход. Как это было в 60-е и в 70-е, когда интеллигенция советская работала в котельных. Вот Карамурза старший сидел кочегаром в котельной. Володя Карамурза старший. И Цой даже посвятил этому песню. Рожденный в октябре 59-го года, как некоторые. Вот Володька сидел в котельной. Значит, и читал там Солженицына, еще кого. Не знаю, кого он там читал. Понимаешь? Значит, это первый выход. Идти в котельную. Либо чемодан, вокзал, пошел нафиг в Шереметьево, улетел, до свидания. И только потом плакать, так сказать, там в русском ресторане, где-то на Манх... в Бруклине. В Бруклине. Ехать на Брайтон-Бич и там плакать в русском ресторане. Все. Других выходов нет. Система здесь поставлена так, что ты всегда уголовник, или почти всегда уголовник, или без пяти минут уголовник, или скоро уголовник. Понятно, да? Система так построена. В эрго, следовательно, приступать против системы я бы никогда не стал. Никогда в жизни. Серебренников, насколько я понимаю, уж простите, я не судья и не прокурор, но я понимаю, что он приступил. Исправляя идиотизм закона, он приступил. Все. Значит, а я бы не приступал. Я бы уехал к чертовой матери из этой моей любимой страны. Родной, любимой моей страны. Понимаешь? И не оборачивался бы ни разу. Не обернулся бы ни разу с борта парохода. Понимаешь? Ни разу бы не обернулся, чтобы слезу упустить. Пошло бы все к чертовой матери. До свидания, товарищи. Понятно? Вот и все. И в котельную бы не пошел. В отличие от Володи Карамурзы. Понимаешь? Я бы не пошел в котельную. Слушайте, ну это довольно сложный философский вопрос. Приступить к закону, чтобы его неофициально исправить, либо не трогать, потому что это закон, и уехать. Не надо трогать законы. Никогда не трогайте законы. Все. Закон такой, что ты уголовник. Вот такой закон. Поэтому сидишь, шанишь, шевелись. Все. Либо вали отсюда. А как же риск? Шампанского охота? Нет. Ты понимаешь, в чем дело? Тут риск, тут ты играешь, тут ты играешь. Это ощущение, это ощущение, что ты сидишь, где-то представь себе такое открытое пространство, такой вот кассидрол такой, где наверху где-то галерея, и где стоят дяди с винтовками наверху. А ты внизу играешь крапленными картами с их стукачами. То есть ты сидишь, играешь со стукачами, крапленными картами. Стукачи всегда обязательно выигрывают. Ну, иногда хотят, выиграют, хотят, не выиграют. Зависит это все. Играешь на фантики, которые дядя может, ты выиграешь, у тебя просто их забирают. То есть ты играешь в сумасшедшем доме со стукачами, а сверху стоят ребята с винтовками, которые в тебя стреляют в любую секунду. Просто смотрят и думают, что-то Сереге надо по жопе. Попадешь вот по правой ягодице с одного выстрела. Дух, тебя! Ты такой, а-а-а! Тебе говорят, смотри, попали, Сереге. Северю отвидать больно ему дураку. Ха-ха! Ну, завтра по другой же, по другой полужопицы. Завтра сможешь попасть? Завтра попадем, обязательно. А сегодня не надо, не надо, уже хватит уже. Понимаешь? И когда это так, когда это так, то это и называется, я забыл как, какое слово было? Патриотизм или как, я забыл? Какое-то было слово. А? Понимаешь, в чем дело? Ну, примерно так, я понимаю. Елена Искудзова. Сейчас она нашу справку дополнит. Елена, здравствуйте. Сергей, еще раз, знаете, что я хотела добавить? По поводу, как правило, может быть, бухгалтерия не в театре, она понятия не имеет, а состоялся в спектакле или нет. Ну, как бы вот, я как думала, как можно было бы сделать, например, схему. Действительно, под видом осваивания, значит, государственных средств создается акт и спектакль. Там у Марка Твена, помните, как там он-то вышел на сцену, голый там сейчас. Да, 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 обваленный в перьях. Да, да, нет, что-то было, да. Да, вышел, значит, они составили акт выполненных работ. Но там, может быть, в силу своей специфики, может быть, должны родственники или знакомые купить билеты, чтобы прошли денежные средства. Вот эти, понимаете, может быть, два акта. Один, ты создаешь акт как художественный произведитель, ты фиктируешь, все, он готов к выходу. А второй момент, когда пошли деньги по кассе. И тут тоже можно продать друзьям. Нет. Мы распродали, мы подкрыли. Леночка, я лучше ветреницам в баре буду носить ананасную воду. Да. Нет, я на такие трюки не готов. Нет, ну просто я вам рассказываю, как могло бы это быть. Да. Как могло бы это быть, что они продают свои деньги, должны пройти по кассе. Вот я вижу, что прошли денежные средства, опять же, вот видите, в момент, когда спектакль выпущен. Потом, опять же, можно его перепродать. Вот тут, я думаю, какие-то будут. Я старый цирковой пудель, Лена, но на такие трюки я не готов. Ну почему, в зависимости роднее. В первой ряд. Спасибо, дорогая. Так, хорошо. Значит, давайте еще. Что-нибудь еще хорошее. Что еще Путин сказал? Про США он же сказал. Это очень важно. Про США. Путин встречался с главами АФК и Роснефти. Рассчитывает, что в споре, возможно, мировая. Путин заявил, Семения в Китае, что выслушал лично позицию глав АФК системы, Евтушенкова, значит, и Роснефти, вероятно сказать, Сечина. Сечин там, кстати говоря, бенефис испытал. Чувство бенефиса полное вот на БРИК сейчас. И рассчитывает, что им удастся достичь мирового соглашения. Ну, и мировое соглашение, я не знаю, на каких условиях, что такое мир. Мир ведь он всякий бывает. Он бывает и Брестский мир, он бывает разный мир. Посмотрим. То есть нефть все время говорила, что они согласны на мировое, просто пусть им выплатят эти деньги. Да. Путин о том, разочаровался ли он в Трампе. Ответ Путина в Семене. Президент России Владимир Путин назвал наивным вопрос, разочаровался ли он в своем американском коллеге Дональде Трампе. Я читаю по РИА Новости. Это РИА, да? РИА Новости. Он же не невеста, чтобы в нем разочаровываться. Что касается разочарования, неразочарования, ваш вопрос звучит не очень, очень наивно. Он же не невеста мне, я ему не невеста, не жених. Мы занимаемся государственной деятельностью. У каждой страны есть свои интересы, сказал Путин. Очень интересно. Значит, я, я хотел сказать про ограничения еще на 155 человек. Да, чуть пониже. Это где-то было. Сейчас сам, да. Найди мне, найди мне. Найди мне. Значит, найди. Да, давай. Где там? Я сейчас найдем. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Значит, Путин, дело в том, что я сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что количество, да, и Путин очень прав в этой математике, но мне кажется, становится немножко страшно от его правоты. Честно говоря, он настолько прав, что мне страшно. Значит, слушайте. Он говорит, что Россия оставляет за собой право принять решение о сокращении количества сотрудников депрессии США еще на 155 человек. Почему? Потому что у нас 155 человек сидит в ООН. В ООН. Потому что ООН размещена на Манхэттене, в Нью-Йорке, вы знаете. Ну, а это, строго говоря, не дипломаты Российской Федерации, а это делегация в ООН. Понимаете, это разные вещи. Поэтому у нас дипломатов осталось 300, а 155 человек в ООН. Поэтому можно сократить еще дипрессии, потому что здесь у нас ООН нет, то можно еще рубануть американцев. Ой, новости. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. 10 часов 30 минут в столице. В студии с новостями Антон Кравченко. Здравствуйте. В результате падения крама в Химках есть пострадавшие. Об этом радиостанции говорит Москва, сообщил сотрудник пресс-службы главного управления МЧС по Московской области Алексей Херсонец. Есть пострадавшие количество пока уточняется. Сейчас поставить на работу на месте будет проводиться. Кран упал внутрь строящего объекта примерно с высоты 20 метров. Напомню, инцидент произошел возле дома номер 74 по Молодежной улице в подмосковных Химках. В свою очередь источник радиостанции говорит Москва в МЧС сообщил об одном пострадавшем в результате этого происшествия. Владимир Путин не исключил еще одного сокращения числа американских дипломатов в России. Об этом президент заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Он пояснил, что Россия и США договаривались о паритетном числе дипломатических работников. В Штатах работали 455 дипломатов, однако 155 из них это сотрудники ООН и по факту они не работают в МИДе. Соединенные Штаты когда боролись за то, чтобы штаб-квартира ООН находилась в Нью-Йорке, взяли на себя обязательство обеспечить работу этой организации. Так что если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, мы представляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве. Но мы пока не будем этого делать. Посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше. Президент отметил, что американские власти, закрыв ряд дипломатических объектов в России, грубо нарушили имущественные права. Москва по этому поводу намерена обратиться в суд. Путин назвал действия Вашингтона беспрецедентными. Владимир Путин прокомментировал домашний арест Кирилла Серебренникова. По словам президента, такая мера наказания не означает, что режиссер в чем-то виноват. Виноват он или нет, может определить только суд, сказал Путин. Он напомнил, что Кирилл Серебренников получал госсредства и вопросов с творческой точки зрения к нему нет. Нет никакой цензуры, давления, это вкусовые вещи. Если власть финансирует, она относится как минимум нейтрально, отметил Путин, добавив, что вопросы к Серебреннику вот только в части законности расходования бюджетных денег. После сильного ливня в Уфе погиб один человек. Тело мужчины было найдено на улице. Сейчас эксперты выясняют, могла ли стать непогода причиной его гибели. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Башкирии. По факту обнаружения тела проверку проводит региональная главка СКР. Накануне на Уфу обрушился сильный ливень со шквалистым ветром, градом и грозой. Все улицы в центре города оказались подтопленными, автомобили несколько часов стояли в пробках, люди не могли выйти из офисных зданий. Не работало порядка 50 светофоров, стоял общественный транспорт. По данным городских властей, за два часа в Уфе выпало 115 миллиметров осадков. Это в два раза больше месячной нормы. В завершении выпуска информации о курсах валют доллар на сегодня 57 рублей 78 копеек, евро 68,73. И о погоде в эти минуты в Москве плюс 10, в течение дня пасмурно и дожди местами сильные. Температура воздуха в Москве, по данным Гесметио, составит 12-14 градусов выше нуля. Таковы главные темы к этой минуте. Антон Кравченко «Говорит Москва». Говорит Москва Реклама О, скидка! И здесь скидка, и тут скидка! В Эльдорадо скидки на каждом шагу! Недели супер-брендов! Например, утюг «Филлипс» с функцией автоотключения всего за 3999 рублей. И скидка до 50% по акции. Подробности в магазинах. Эльдорадо. Качество по лучшей цене. Телефон рекламной службы 737-8747. Код 495. Радио «Говорит Москва» совместно с Русфондом собирает деньги на спасение годовалого Тимура Анфалова из Подмосковья. У Тимура врожденный порог сердца, крупный дефект межжелудочковой перегородки. Мальчику необходима срочная радикальная операция на сердце в условиях искусственного кровообращения. По мнению кардиохирургов, операцию необходимо сделать в ближайшее время. Такая операция будет платной, поскольку у ребенка нет московской прописки. Но у мамы Тимура, которая одна воспитывает ребенка, таких денег нет. Для спасения Тимура Анфалова необходимо собрать 496 500 рублей. Вы можете помочь Тимуру, сделав СМС-пожертвование. Отправьте слово «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Дополнительную информацию о Русфонде и детях, которым нужна Ваша помощь, можно найти на сайте русфонд.ру Русфонд.ру право знать говорит Москва. Мы продолжаем читать президента. Здесь я говорил перед новостями о допущении президента. Это на самом деле некое допущение. Оно математическое. Оно говорит о праве России на паритет. По дипломатам это безусловно действительно право. И больше того, мне кажется, это некие обычаи, это некое обычное ведение дел. Во всяком случае, в России и США, ну там в Советском Союзе и в США, так оно и было. Всегда был паритет такой. Значит, США взяли на себя обязательства обеспечить работу ООН, когда боролись за то, что штаб-квартира организации располагаются в Нью-Йорке. И напомнил президент Путин. И 155 человек у нас работают в ООН. И у нас сейчас 455 человек работают в Америке. 455, но 155 из них работают в ООН. Это как бы экстра, то есть это вынесено из-за скобки, потому что, пожалуйста, ООН была бы в Женеве, стало быть, эти бы 155 человек работали в Женеве. Если бы ООН была, ну неважно, где бы то ни было. Ну да, то есть они не получали разрешения. Они не аккредитованы в Госдепе как дипломаты Российской Федерации именно по обмену дипломатическому. Они аккредитованы как сотрудники ООН. Это совершенно другая вещь. И поэтому у нас там 300 дипломатов, строго говоря. А поэтому можно еще 155 человек выгнать американцев. Слушайте, ну они тогда вообще визы перестанут выдавать. Ну не знаю, скажите, а вы бы были за... Вы за то, чтобы сократить еще на 155 человек количество американских дипломатов. Да, секундочку сейчас. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Да, про доллары я забыл, господи, сейчас скажу. 134-27-35 вы хотели бы сократить еще американское представительство еще на 155 дипломатов. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Всякий раз 495-й код, пожалуйста, набирайте. Вы бы хотели, потому что, ну как бы паритет, паритет, ну что теперь делать? У нас 300, и у них пусть 300. Значит, у них работало до сокращения 1300. У нас 300, у нас и было 300. у них 1300. Сейчас сократили до 455. Сейчас Путин говорит, что мы оставляем за собой право урезать еще на 155, и математически все безукоризненно, абсолютно, абсолютно безукоризненно. Но мне кажется, или я что-то путаю, что российские власти всегда открывают дверь для диалога открыт, оставляют как бы. Все как бы говорят, русские власти, они как бы говорят, что бы то ни было, ну так как там, в том числе парируя какие-то выпады. Но дверь для диалога всегда открыта. То есть, ну давайте поговорим. В сущности, в сущности, все резкости это приглашение, поговорить. Да? Я правильно понимаю? Да. Когда ты киваешь, это по радио не слышно. Она все время, она кивает, и мне кажется. Я согласна. Ты согласна. Мне кажется, Россия действительно старается оттянуть момент радикального решения. Да, 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 каких-то радикальных решений. Значит, я вам скажу, какое ваше решение. слушатели дорогие, 82 на 18, я останавливаю это голосование, 82 на 18, 82 процента наших слушателей высказались за то, чтобы еще 155 дипломатов, санимых, что Путин высказался о том, что мы оставляем за собой право еще 155 человек для паритета убрать американцев. Значит, соответственно, 82 процента хотели бы этого. Да, 82 процента. А 18 не хотели бы. Но это же осложнит наши отношения с Соединенными Штатами, или что? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Сергей, а я думаю, что так считать не надо. Не надо. Надо считать удельную величину, потому что отнесенную к количеству отъезжающих или приезжающих, понимаете, потому что если оттуда едет один человек, то там будет достаточно одного оформляющего. А если отсюда едет туда тысячу человек, то здесь нужно больше, понимаете. Поэтому надо считать к этому потоку. А вы летали самолетами это самое? Вы летали самолетами в Штаты? Нет, не летал. Нет, я летал. Надо сказать, вот так между нами, со всей степени откровенности, что самолеты, конечно, набиты либо гражданами России, либо бывшими гражданами России. Ну вот, поэтому и оформляют здесь больше людей туда, чем оттуда сюда, понимаете. Вот американцы отсюда, отсюда летают, какое количество? Поэтому там и нагрузка меньше на этих самых, на оформляющих. Да, да, вы правы. На самом деле, когда садишься в самолет в Нью-Йорк, я в основном все-таки до Нью-Йорка сначала лечу, потом там уже, если в Майами, то вот через Нью-Йорк. Вот. Конечно, весь самолет улыбается и здоровается, и это либо бывшие наши, либо наши. Собственно, американцев, я должен сказать, что в общем, ну, в смысле, американцев таких, которые родились в Америке и которые вообще... Которые приехали сюда там в отпуск, и возвращаются, да? Я не знаю, сколько их. Может, их и нет. Ну, а может, я... Как бы мне трудно судить, но мне кажется, что их нет. Ну, по ощущению. Ну, это я, правда, летаю аэрофлотом. Может быть, американцы боятся... Наших авиолетов. Может быть, я не знаю. Но я не вижу. Я вижу, как весь самолет улыбается, здоровается. То есть все говорят по-русски абсолютно. Все это восхитительно, восхитительно русское мероприятие летать в Америку. Ну, потому что для американцев поездка в Россию это скорее экзотика, а для нас это... Ну, вот, может быть, да. Такое довольно престижное направление. Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, давайте не будем путать консульских работников с дипломатами. Давайте, но как отделить? Они вынесены, правильно? Нет. Нет-нет-нет. Неверно. Ваше предположение неверно. Ваше предположение неверно. Они тоже считаются дипломатами. Разве... Или вы больше меня знаете в этом вопросе? Нет. Нет, они считаются дипломатами, но они все-таки... Аппарат-то больше не занимается проблемами. Например, дипломат, занимающийся проблемами лечения каких-то по квотам, по квотам, не там поехал за деньги, а по квотам российских граждан. Его вышлют, и вы больше никогда не поедете туда полечиться. А вы ждали, например, три года. Так что не нужно такую статистику прямолинейную проводить. Спасибо. Спасибо. Ну да, ну да. То есть есть аппараты, которые... Есть аппараты, которые обслуживают гуманитарные программы. Он... Вот что говорит наш слушатель. Что есть какой-то дипломат, американский дипломат, который отвечает за лечение по квотам. Например. И, вероятно, есть какие-то соглашения о том, что русских лечат по квотам там где-то, да. И вот человек говорит, что я ждал, например, три года, и потом мне говорят, что вот, так сказать, конкретно этот дипломат, он теперь сокращен. И у него больше нет, и квоты нет, и все. Ну, друзья, есть, но это не работает больше. Понимаешь, бывает, что закон есть, и все есть, но не работает. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Я вообще считаю, не нужно отвечать таким образом. Да. Почему? Потому что это качественно, даже я помню, когда российских детей запретили восстановить в Америке все страны России. Да. Поэтому ни к чему это не приведет, лучше сделать паузу, сделать вывод, почему именно вот к отношению к нам такое отношение. И результат будет понятен. Надо немножко изменить. Ну, спасибо. Спасибо, спасибо. Я напомню вам, что об этом писал Примаков, как ни странно, Примаков об этом писал. А вот, он писал об этом за полгода до смерти, а смерть у чего, год назад была? Нет? Больше? Да. Больше год? Год. Ну, в общем, один слов, он писал об этом либо зимой 16 январе, либо зимой 15 года, что мы не можем без Запада, без западных технологий и ресурсов. 26 июня 2015 года. 15, значит, он писал об этом в январе 15 года, перед смертью, что мы не можем без Запада и так далее, и так далее. Примаков, которого, как мне кажется, патриоты уважают, вот это вот так вот писал, а он все-таки уважаемый среди патриотов. Алло, здравствуйте. А я бы уравнял не дипломатов, а денежные потоки. Сколько России вкладывает в экономику США, а сколько США в нашу? Да, и тогда? И тогда мы перестали бы отсылать бюджетные деньги в Штаты. А, перестать отсылать. Ну, там надежно и выгодно. Юрий Николаевич, мы же отсылаем бюджетные деньги не в качестве дани, а потому что это надежно и выгодно. Я вообще схожу из того, что мы ни копейки никуда не отсылаем, без чувства надежды и выгоды. Правда. Слышишь, я всем бы сказал об этом. Значит, бюджетные трансферты, например, когда мне говорят, бюджетные трансферты в Чечню. Ну, это дешевле, чем война. Причем в разы. В разы. Согласна. Ну, вот разница у нас какая, у нас выборы, война или дань. Просто зачастую наши надежды не оправдываются, да? Ну, война дороже, просто дороже, намного дороже. Ну, и все, и все. Вот и вся фигня. У людей возникает впечатление, что мы отсылаем, отсылаем там каким-то... Причем война там будет вечная. Ну, и зачем? Вечная война, которая в три раз дороже, например, или в пять раз дороже. Ну, зачем это нужно? Понятно, да? Точно так же в Америку, когда мы отсылаем деньги, мы покупаем постоянно казначейские обязательства в Соединенных Штатах. По ряду причин. Причина очень очевидная. Это надежно и выгодно. Это надежно и выгодно. Ну, чего бы мы покупали, если это не надежно и не выгодно? Это надежно и выгодно. Вот мы и покупаем. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Слушаю, да, здравствуйте. Доброе утро. А вы знаете, самое главное, никто не заметил, самое главное, что это когда произошло? Когда? После БРИКС. Так вот, сейчас наступила стратегическая эра, поменялись поле мирового влияния. Теперь БРИКС, теперь про Запад. Можно забывать США, тем более, рухнут они. Здесь встанет новая валюта, которая будет обеспечена золотой составляющей. Это новый миропорядок. И поэтому вы хотите, не хотите, Америка, Запад, до свидания, загнили. Вот этот, который образовался сейчас, союз к нему примкнут другие страны. Да. И это победа, о котором я говорил в 2014 году. А что вы так, в 2014 году? Я-то говорил... Так будет, это сказали старцы в 2013 году. Я об этом вам говорил, а вы смеялись тогда. Нет, вы знаете, что я, я, может быть, извините, извините мне мой скерсис. Обратите внимание, что я уже перестал смеяться. И наш... Я перестал смеяться. В 2018 году. Так будет, и на ванной никакой... Как вас зовут? Как вас зовут? Не будет. Как вас зовут? И с ним наша... Как вас зовут, скажите? Как мне к вам обращаться, старец? Старец, вы... Россия, Индия, Китай и примкнут все страны. Да, как вас зовут? Так же, как США. Там Бэд Бразилии, Бэд Бразилии. В слове Брикс, Бэд Бразилии. Бразилия, первое. Вы понимаете, не Россия, нет. Бразилия, Россия, Индия, Китай. Понятно? А, все, ушел. Я уже потерялась. Когда это все ждать надо? Все, уже все. А, уже? Уже там разваливается? Он сказал, что это в 14-м году состоится. Нет, он предсказал на будущее. Он сказал, что будучи в 14-м, вот в чем-то. Будучи в 14-м году, наш слушатель предсказал, потому что это сказали старцы, совершенно справедливо. Старцы, как мы знаем, никогда не говорят понапрасну. Всегда это очень важно. Значит, Брикс, Брикс, сокращение Брикса, предложено Джимом О'Нилом в 2001 году. В банке Goldman Sachs. Goldman Sachs, знаете, это на Манхэттене так. Ну вот. Значит, они Building Better Global Economic, Брикс, кирпичи для новой экономики. Все, вот так. А до 11-го года, сейчас секундочку, а когда это сама организация, член организации? А первый саммит Брикс был в 2009 году. Я просто напоминаю нашему слушателю, что такое Брикс? В 2009 году. И избавление от Америки с 2009 года, то есть 8 лет назад, Брикс позволял, как это сказать, надеяться первое время, что вот будет Брикс и все будет хорошо. Значит, я вам должен сказать, что, а может быть вы знаете что-то от старцев, но я вам должен сказать, что Брикс сохранил доллары, например, в важнейших контрактах, в том числе в нефтяных. не перешли даже на юаня. Я вам также должен сказать, что если вы приедете с рублями в Пекин, или Шанхай, или Гонконг, или любой другой, Ченду, любое другое место, и вы пытаетесь рубли обменять на юаня, вам скорее всего дадут по башке. Понятно? Да? Ну просто, чтобы вы понимали. Значит, вы можете это все, это все, это все вот пока разговоры, понимаете? Это все разговоры. Вы можете обратить внимание на сегодняшнюю статью в Коммерсанте, там старцы сказали, что помощник президента Путина, значит, убегая от журналистов, говорил, что то ли мы перейдем на национальные валюты, то ли на криптовалюту, ой, зачем я это сказал, и убежал. Ой, зачем я это сказал, его последние слова. Ой, зачем я это сказал. Вот, значит, потому что нет причины, нет понимания, нет причины, понятно, да? Вот и все. Значит, я вам скажу совсем ужасную вещь, которую старцы не знали. Они не могли знать, ну, заранее-то трудно знать. Они не знали, что юань, валюта главная в Бриксе, главной страны Брикса, главная страна Брикса, Китай, да? И главная страна Брикса, Китай, она имеет валюту юань. Он привязан к доллару, жестко привязан к доллару. Ну, просто, чтобы вы понимали. То есть, юань – это описание доллара. Некое описание доллара. Поэтому отказаться от доллара и перейти к его описанию, юаню, есть абсурд. Ну, просто абсурд. Понятно, да? Понятно. Я скажу, что у вас есть рубли, у меня есть рубли, а вы их описываете какой-то зарплаты, которые вы от меня получаете. Зарплату. Но я вам плачу фантиками. Называю их, не знаю, как хотите, фантиками плачу вам. И вам же, я же, продаю за эти фантики, не знаю, там кусочек мяса, рис, еще что-то. Понимаете? И вы говорите, давайте откажемся от рублей, перейдем на фантики. Ну, давайте. Ну, давайте. Мне это выгоднее. Это хорошо. Давайте на фантики перейдем. Очень хорошо. Потому что юань привязан к доллару жестко. И его решение, его изменение курса юаня к доллару производится после консультации с Соединенными Штатами. Понятно, да? То есть это, ну, когда взрослые решают, сколько будут стоить фантики. Понимаете? Так что тут тоже, понимаешь, старцы, ах, эти старцы, господи, старцы никак нас не выручат. Нет, не выручат. Современный Брикс есть инструмент глобального господства Китая. Просто послушайте меня сейчас. Брикс родился в 2009 году и был нашей большой надеждой. надежда это умерла и Брикс похоронили и про Брикс забыли и Брикс начали забывать. Да. Брикс восстанавливается Китаем как инструмент глобального господства. Понимаете? Какая перспектива? Ну, какая перспектива? Брикс станет одной буквой? Брикс это не мы. Ну, то есть, вот, Брикс это инструмент глобального господства Китая. Глобального доминирования. Так же, как шелковый путь. Шелковый путь система, Брикс система, есть системы глобального доминирования, регионального, регионального и глобального доминирования Китая. Вот и весь вам сказ. Вот и весь вам сказ. Мы, ну, хорошо, мы будем стараться в рамках, в рамках китайского мира занять. Что-то в рамках китайского мира, понимаешь, такой пакс чина. Мы будем пытаться найти теплое место. Ну, что-то найдем, конечно. Давайте посмотрим доллар. доллар, доллар, доллар. Что-то найдем. Да что, ну, у нас вон сколько рек, у нас сколько вон озера этих, Байкал один чувствует. Что-то как-то нас китайцы к себе пристроят. Посмотрим. 57,85, а? Вот тебе, пожалуйста. 57,70 вчера было, 57,69, посмотрите, 57,85, я говорю, рубль, доллар, 68,69 по евро, 52,18, все еще выше 52, нефть, молодец, 52,17, правда, в эту секунду, и 1,18,72, примерно в том же горизонте мы видим главную пару. Все, я не смотрю на биткоин, хотя на курса руби.com появился биткоин, как вы видите, биткоин, который 4187 долларов, анношка пишет мне, мы с вами спорили на ядерную войну, жалко, что не на биткоины, черт, она пишет, надо было мне спорить, теперь поздно, анношечка, все, поздно, 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 значит, все, теперь уже не поздно, давайте продолжим, алло, здравствуйте, слушаю вас, алло, слушаю, алло, здравствуйте, Сергей, вот только что сейчас проезжал Измайловское шоссе, вот где Измайловский парк, там вот есть эстакада к Щелковскому шоссе, там крупная авария под мостом, где-то около 4-5 машин ГИБДД, пострадала машина ГИБДД, ой, надо же, то есть они первоначально причина, там столько машин, пробка такая, да, да, то есть они первоначально попали в аварию ГИБДД, Измайловский парк, вот это шоссе, как его господи, на Щелковское шоссе выходит, открыто шоссе туда, вот это новая эстакада около гостиницы, вот там вот-то есть такое здание, стоянка, и вот прямо внутри этой стоянки две машины гражданских и машина ДПС пострадала. Спасибо, спасибо, очень много милиции, спасибо, спасибо, пожалуйста, договорились, договорились, отлично, так, хорошо, где результаты голосования, а где результаты голосования, а мы голосовали, 82 на 18, вы за сокращение американского депрессоветельства на 155 человек, еще на 155 человек, 82 на 18, 82 процента, да, хотят сокращения, да, 82 процента, 18, нет, извините, пожалуйста, если я как-то вдруг, может быть, быстро это сказал, а может быть, и забыл, простите, Владислав, интересная мысль, пишет, надо сокращать, он за сокращение, говорит, надо довести до предела, чтобы потом уже не было никакого другого варианта, кроме как договариваться, мериться, всякая вещь, дойдя до предела, обратиться своей противоположностью, принцип тайцзи, в Химках, пострадавших минимум, вы знаете, что там кран упал на стройке, молодежная 74 адрес, пострадавших минимум двое, одного достали из разбившейся кабины внизу, увезли почти сразу, вроде бы жив, сейчас сотрудники МЧС работают в верхней части сохранившегося ствола крана, подняли туда инструменты и жесткую площадку для переноса пострадавшего, то есть на высоте есть еще один человек пострадавший, один погибший в Химках, это официальная информация от нашей новостной службы, один погибший, значит, еще кого-то пытаются вырезать, там, сказать, там на платформе, платформа поднялась, и пытаются кого-то вырезать из железных конструкций, насколько я понимаю, из люльки, из люльки, так что, может быть, один видео с квадрокоптера снял, пишет Виктор, Виктор, ну вы знаете, как нам его кинуть или нет? А, пожалуйста, добренький Виктор, киньте нам, пожалуйста, значит, у него сломана нога, говорит Юрий, Юрий пишет, что у него снова нога, у того, которого, сейчас его начнут спускать, того, которого вырезают, значит, наверху, его вырезают из железных конструкций, сейчас начнут спускать, сломана нога, нога, ну, что, повезло, можно я скажу, ну, глупость, может быть, ну, повезло ему, что нога сломана, а? Да. Ну, правда же, внутренние органы, может быть, куда скинуть, куда скинуть, скажи, куда скинуть, Виктор спрашивает, Виктор спрашивает, ну, по-моему, в Телеграмм даже можно кидать, спроси у ребят точно, может быть, почту какую-то, спроси у нас есть инфо, почта инфо, говорит, сейчас я вам найду ее, подождите мне секундочку, сейчас мы найдем, ребят, сейчас мы найдем, секунду буквально, сейчас мы найдем, большая почта, инфо, говорит, москва.ру, говорит, москва.ру, инфо, собака, говорит, москва.ру, сбросите, пожалуйста, в почту, инфо, инфо, наговоритмосква.ру, инфо, наговоритмосква.ру, договорились? Это очень будет удобно, потому что на почту может пролезть большой файл, ну, и в Телеграмм тоже можно. Вот у нас в конце сайта есть телефон редакции, и внизу в самом, и вот этот вот почтовый ящик. Если вы не можете разобраться с эфирой, как это пишется, то вот вы можете посмотреть прямо там. Да, да, да. Движение. Подъем в движении. Слушай, напомню мне, я сегодня хотел рассказать про эвтаназию, вычитал в Эль-Паис. Здесь большая статья, и она сокрушительно интересная. Про эвтаназию в Голландии, как там есть потрясающие, удивительные случаи этой эвтаназии. А, Элеонора, напомни завтра, пожалуйста, добренько. Хорошо. Про эвтаназию. Запишу. Офигенская тема абсолютно. Там человек один уходит из жизни, его заставляют сделать ему укол, значит, из-за того, что он не вылечился от алкоголизма. И это вызвало дискуссию в обществе. Ну, это спорно, действительно. Да, вторая-вторая-вторая фигня. Значит, человек написал завещание своему врачу, что когда деменция будет нарастать, старческая деменция, то он завещает себя усыпить. Но критерий в какой день усыпить. Определяет врач. Врач скажет, ну, у вас уже деменция, тот скажет, какой, тот скажет, да, там, или нет, не важно, что он скажет. Врач просто и он, бум, и все, в вену. Понимаешь? Ну, согласитесь, только врач и может это определить. Согласитесь, что это очень субъективно и очень странно. Очень субъективно и грозит с теплоупреждениями. Завещаю своему участковому убить меня, когда он захочет. По своему усмотрению. Здрасте. Ну, что это такое, нормально? Завтра об этом поговорим. Договорились? Да. Значит, смотрите, авария огромная сегодня держала 20 километров в Лосином острове. В 5 утра там побились, там фура сложилась. А сейчас у щелчка на новом, на новом этом самом, новый вот этот шоссе, который подстроили к ним, там с машиной ДПС какое-то большое несчастье. 11 часов, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 5 сентября. Подъем! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8 11